Ладно, я думаю, можно начинать. Как раз в 18.00. В общем, лекция называется «Развитие JavaScript». Слайды, как всегда, доступны по ссылке. В лекции 170 слайдов — это самая длинная лекция в нашем курсе и самая клевая. Она очень мне нравится. И, к сожалению, не я в одиночку ее рассказываю, со мной еще мой коллега Артур, он там в конце расскажет. Но, в общем, 180 минут в наших лекциях, да, слайдов как бы 170 штук. И получается около минуты на слайд, при условии, что у нас будет перерыв, и вы уйдете. Короче, есть над чем поработать. Как бы... Кто знает, что это? Чего? В общем, а вот это что такое, кто не знает? Кто из этого использует это в своей работе? Кто из вас использует это? Нет. А вот это уже ближе? Знакомые словечки? Вот. А это знает кто? Как бы... Как бы на самом деле это официальный многотип JavaScript, и вот этот цвет называется JavaScript Yellow. Как бы на русский лад вот так вот. Как бы ничего не напоминает, да? Ну, в общем, ладно. В общем, что есть JavaScript? На самом деле под названием JavaScript созывается несколько различных вещей. А ECMAScript — это язык программирования. JavaScript — это язык программирования, но его коммерческое название. ECMO 262 — это спецификация ECMAScript. Последняя версия, на самом деле, не седьмое, а уже восьмое издание в июле прошлого года вышло. Блин, я везде обновил эту цифру, а вот здесь ее не обновил. Короче, последняя версия спецификации ECMO 262, она вышла в конце июня этого года буквально. Восьмое издание. ECMO-скрипт 2017, language specification. А, вот, последний черновик, соответственно, ECMO-скрипт 2018, language specification, который выйдет только следующим летом. И SOI-EC, вот эти вот цифры, это интернациональный стандарт. Он не старый, просто в 2011 году последнюю версию стандарта приняли. Ее как бы гораздо реже обновляют, чем спецификацию JavaScript. И все это, по сути, о том, об нашем с вами основном инструменте, о JavaScript. Как бы, как он развивался? В 1995 году за 10 дней Рэндону Эйху, такому чуваку американскому, сказали, пришли, короче, менеджеры, сказали, надо сделать вчера язык программирования. И он за 10 дней разработал JavaScript, скажем так. Тогда он назывался Mocha, но в сентябре 1995 года в бета-версии браузера Netscape Navigator 2.0 он был выпущен под названием LibScript. Вот, как бы, крутые маркетологи пришли и сказали, что LibScript это не слишком круто. Давайте назовем как-то более по-интересному. А так как тогда было очень популярно Java, и, по сути, JavaScript тогда, еще в самых первых, в темных, в 95-м году задумывался как легковесная альтернатива Java. Ну, то есть планировалось, что этим всем развитием JavaScript будут заниматься, ну, планировалось, что развитием Java и JavaScript будут заниматься одни и те же люди. Просто Java это мощный, скажем так, инструмент, а JavaScript его легкий аналог. И решили назвать этот язык программирования JavaScript. Разумеется, это коммерческое название. Из-за проблем с авторскими правами он называется на самом деле ECMAScript. В июне 97-го года организация ECMA International выпустила первую версию стандарта ECMA 262, в котором описывала спецификацию ECMAScript как языка программирования. То есть ECMAScript — это спецификация, на основе которой реализуется язык программирования JavaScript. В июне 98-го года была выпущена спецификация ECMAScript 2, и тогда же его стандартизировали, и был выпущен международный стандарт ISO-EG 16262. Ближе к нашему времени в 2003-м году выпустили спецификацию ECMAScript 4, то есть была ECMAScript 2, ECMAScript 4. В декабре 95-го через 6 лет выпустили ECMAScript 5, через пару годиков ECMAScript 5.1, и тогда же обновили версию интернационального стандарта. И в июне 2015-го года, буквально 2 года назад, была выпущена спецификация ECMAScript 2015, которая также называлась ES6 Harmony, ну или то, что мы сейчас называем ES6. Соответственно, после этого каждый год выпускается новая версия спецификации, то есть в 2016-м году был выпущен ECMAScript 2016, в 2017-м году, пару месяцев назад, был выпущен ECMAScript 2017, летом 2018-го года будет выпущен ECMAScript 2018, то есть язык программирования развивается, и сейчас эти разные версии спецификации правильно называть именно с номером года. То есть если раньше это был ECMAScript 2, ECMAScript 5.1, ES6, то сейчас правильно говорить ES2016, ES2017, ES2018. То есть когда вам люди там на работе или где-нибудь будут говорить, типа, а знаешь ли ты ES2017, то надо понимать, о чем речь. И речь идет о спецификации ECMAScript 2017, которая была выпущена в 2017-м году. Соответственно, это все история, то есть, например, на сайте LearnJavaScript большая часть статей написана с учетом вот этой версии языка, которая, ну которая по сути уже 10 лет. И многие из программистов, разработчиков, как бы особо и не имеют представления о том, что после этого прошло чуть ли не 10 лет истории, и JavaScript очень сильно поменялся. Вот, соответственно, современное состояние JS, это ES6 модулей и ES6 классы, стрелочные функции, деструктуризация, спреды, итераторы генератора, синхронные функции, прокси, шертеры, буферс и атомики, и еще многое другое. И о том, что это такое, и как это использовать, и зачем это нужно, наша презентация вот, собственно, она и есть. То есть рассказать вам о том, какое на сегодняшний момент состояние JavaScript, потому что все вы сейчас, у вас в проектах, скажем так, используются не самые современные его функции и возможности. Поехали. В ES6, который вышел через, ну и по сути через 7 лет после последней версии спецификации, было внесено очень много изменений, которые сделали язык намного лучше. И одно из самых таких важных и ключевых изменений, это изменения, связанные с определением переменных. Как бы кто может сказать, что выведется на этих двух строчках, и будет ли ошибка или нет. Ошибок не будет, правильно. Но вы видите, undefined, undefined. Почему так происходит? Потому что в JavaScript есть такая вещь, как variable hosting, всплытие переменных. Все перемены, которые мы объявляем через var, они всплывают с самого начала файла, и по сути они становятся объявленными в самом начале. То есть когда начинается код исполняться, эти перемены уже объявлены, но значения не присвоены. Соответственно, type of foo и baron undefined, так как они есть, но они не объявлены. А их значения присваиваются чуть позже или не присваиваются. Соответственно, в ES6 было введено такие ключевые слова, как let и const, которые позволяют объявлять переменные с областью видимости, ну, примерно похожей на область видимости и в других языках программирования. То есть блочные области видимости, они функциональны, как в JavaScript. Соответственно, с let и const, объявляя перемены таким образом, мы получаем reference error, потому что перемены на самом деле не объявлены. Вот. Это одна из ключевых особенностей, которая была введена в ES6. Ну, вы об этом примерно знаете. Как бы в новых версиях стандарта появились такие вещи, связанные с работами со строками. Например, появились шаблоны строки. Кто из вас их использует уже? Ну, я думаю, почти все. Мы про это рассказывали. То есть берем переменные, специальные синтаксис литерала строки с косыми черточками и как бы inlining значение переменной в тело строки, в строку. То есть можно не с плюсиками это делать, а вот с помощью такого образа. Как бы также шаблоны строки multiline. То есть можно не морочиться с slashn-ами и писать переводы строки прямо вот в самой строке. Вот. Если мы возьмем эту строчку и поделим по slashn, то мы увидим, что на самом деле это три строки. В новой версии стандарта была добавлена расширенная поддержка Unicode. То есть Unicode в JavaScript и раньше был, но, например, такие вещи, как смайлики, эмоджи и длинные символы, которые состоят из трех или более там этих специальных кодовых точек, вот они в новой версии языка появились. То есть можно без проблем написать строку со смайликом и она будет равна двум. А как бы появились возможности задавать коды символов с помощью таких вещей. Появились специальные функции char add, char code, add, char point, которые позволяют взять, ну, как бы строчки, ну, символы, короче, символы в строках кодируются не одним байтом, а несколькими. Вот эти функции позволяют именно работать с байтами, а не с символами. Ну, в общем, такая история. Как бы на самом деле в JavaScript еще в самой первой версии стандарта можно все переменные функции называть с использованием Unicode. То есть такой JavaScript код это вполне валидный JS, и его можно выполнить в том числе и в Е6. Можно не только русские буквы использовать, можно использовать любые другие, там, китайские, всякие разные иероглифы, корейские, в общем, такая вот интересная вещь. А что еще? В ЕС-2015 или Е6 появились специальные методы строк, типа вот такие вот вещи. И в 2017 году, пару месяцев назад, появились еще вот такие методы, которые тоже позволяют что-то сделать. Но об этом не будем долго останавливаться, это неинтересно. Промиссы. Что такое промиссы вы все знаете, поэтому переходим дальше. Есть 6 класса. Ну, серьезно, мы про них рассказывали, поэтому, в общем, все то, о чем было, просто скопировал по сути слайды. Есть 6 класса. О них вы, в принципе, тоже знаете. То есть появился синтаксический сахар, который позволяет объявлять классы проще, чем это было раньше. Если раньше надо было вручную прописывать прототипы всем функциям, вызывать их через Neo, то сейчас мы пишем простую конструкцию, класс, юзер, констрактор, hello. Есть статические методы, которые позволяют вызывать методы не у инцентляров класса, а у самого класса. Создаем два объекта, вызываем методы, и все круто работает. Также в классах можно делать getter и setter. Они работают примерно так же, как и в Java. Возможно, кто-то об этом не знал, но вот. То есть при создаем объект shape, считаем свойства shape.shave, square, и по сути вызывается getter, который вычисляет какую-то функцию, означает значение. Соответственно, с setter'ами все то же самое, никаких ключевых отличий. Ну, тут так же, как в Java, так же, как в C-Sharp, так же, как в других похожих языках программирования. Также есть шесть классов, можно наследовать. Есть ключевое слово extends, которое позволяет наследовать классы. Соответственно, если мы наследуем классы, то в конструкторе нужно вызвать конструктор суперкласса с помощью слова super. Если мы переопределяем какие-то методы, то вызвать методы родительского класса можно через суперточку названия метода. В общем, все это как бы просто и понятно. Что такое E6-модуль? Вы тоже все знаете. Можно экспортировать значения, можно экспортировать дефолтные значения, можно как бы при экспорте переименовывать. В общем, все то же самое, что вам рассказывал Дима. Можно импортировать значения, как объект, переименовывая, можно импортировать дефолтные, можно импортировать все. Можно просто импортировать значения, то есть не получая какую-то переменную, а просто выполняя код, который в том модуле объявлен. Соответственно, есть такая вещь, как реэкспорт. Возможно, о ней вы не знали. То есть можно не, ну, как бы экспортировать что-то из модуля в другой модуль, при этом, по сути, в нашем текущем модуле это не получаем. Все просто. Работа с объектами. Добавилось очень много синтаксического сахаропора, ну, объектов, и, по сути, они стали достаточно малоотличимы от классов. То есть самая клевая фича — это то, что можно теперь короткие property использовать. То есть у нас есть переменная login, есть переменная age. Если раньше, чтобы создать объект с этими свойствами, нужно было писать login, h2.h, то сейчас можно писать так кратко, вот таким образом, и, как бы, по сути, это будет равносильно такой записи. Это очень удобно и прям вот просто позволяет кучу методов, кучу кода экономить на такой вещи, на такой достаточно простой штуке. Соответственно, в объявлении объектов появилась возможность inline-методы использовать. Если раньше, чтобы объявить функцию объект, надо было ее объявлять как свойство. То есть мы пишем func, двоеточие, function и, собственно, название, ну, тело функции. То сейчас можно написать это все вкратце. Появились такие вещи, как trailing.comas. Можно в массивах использовать trailing.coma. Можно использовать trailing.coma в объектах. Ну, тут неправильный комментарий. То есть у последнего свойства объекта тоже может стоять запятую, и она нормально будет обрабатываться. Появились, ну, собственно, в объектах тоже можно делать getter и setter, так же, как и в классах. И есть такие вещи, как computed property names. То есть можно название свойств вычислять в runtime. То есть общ, foobar равно value по сути. Но это все в runtime. Соответственно, вместо bar может быть какая-то переменная, и можно выбрать литерал объектов с динамическим названием свойств. А также в ES8, который вышел несколько месяцев назад, появилась такая функция, как trailing.comas в объявлении функции. То есть если у нас в функции несколько параметров, то мы можем ставить запятую после каждого из параметров. Это, в принципе, тоже такая синтаксическая штука, которая позволяет проще рефакторинги делать. И, соответственно, вызывать функцию можно тоже с помощью этой запятой. Ну, то есть ставить запятую после последнего аргумента. Эта функция получается с тремя аргументами, но мы просто ставим три запятые, чтобы было все консистентно и красиво. Дополнительные методы появились в объектах, статические методы объектов. Object is, который позволяет проверить два выражения на совпадение. Работает почти как равно-равно-равно, но не совсем. Как бы с цифрами, с обычными значениями все круто, но, например, notanumber равно-равно-равно-нотанимамбер — это false. Notanumber по спецификации не равен самому себе. Но object is возвращает true, потому что это, по сути, одно и то же. Соответственно, object is различает положительный и отрицательный ноль, а тройное равно не различает эти вещи. Вот такие вот дела. Точнее, наоборот. Object is различает их и возвращает false, а равно-равно-равно вернет он true. То есть когда нужно прям понять, а точно ли это одно и то же, то можно использовать object is, потому что тройное равно, оно не всегда говорит нам правду. А вот, также появилась такая крутая штука, как object assign. Позволяет скопировать свойства из множества объектов в один объект. Но работает как jQuery extend, только теперь в спецификации. А имеем объект S1, имеем объект S2, получаем объект S3, в котором свойства из S1 и S2 присутствуют. Соответственно, если у нас одни и те же свойства повторяются в аргументах, то берется самое последнее. Вот, с помощью этой вещи можно было парочку домашних заданий, которые мы давали вам на самом первом, еще до начала лекции, решить просто в одну строчку, а вы там написывали всякие разные, городили сотни строк кода. Ну, в общем, вот такие прикольные вещи, есть спецификации. Также все мы знаем, что если объект перемену через const, то мы создадим просто константную ссылку на объект, то есть то, что внутри объекта, можно будет менять. Соответственно, есть такие методы, как object seal, object freeze, которые позволяют запаковать объект или заморочить объект, сделать его прям полностью константным. У них есть небольшое отличие. То есть, например, object seal не позволяет добавлять новые свойства. То есть те свойства, которые есть, их можно менять, но новые добавлять нельзя. А object freeze прям полностью замораживает объект. Нельзя ни удалять, ни изменять значения имеющихся свойств. Нельзя добавлять новые, ни через какие способы. Соответственно, есть два хелпера, которые позволяют проверить, заморожен объект или нет. Ну, в общем, просто стоит об этом знать. Возможно, когда-то это вам пригодится. Ну вот, появились очень крутые методы для итерации по объектам. То есть можно перебирать ключи, значения и свойства объекта с помощью методов object case, object values и object entries. Object case, он на самом деле давно доступен. Он возвращает массив имен свойств. Object values возвращает массив значений свойств, а object entries возвращает массив и того, и другого. И с помощью этих вещей можно очень легко итерироваться по объектам специальным образом, если вам это нужно будет. Можно. В общем, об этом тоже стоит иметь в виду. Что еще появилось в новом JavaScript? Стрелочные функции. Многие из вас уже с ними работают. Как бы синтаксис, он понятен всем, мне кажется. Не будем останавливаться. В чем их преимущество? В том, что они позволяют писать один и тот же код гораздо проще, более компактно. Но на самом деле они не являются настоящими функциями. Они не имеют своего взыск и не имеют своего arguments. Все знают, что такое arguments внутри функции? Arguments — это массив аргументов функции. То есть мы можем объявлять функцию без аргументов, ну по сути, и вызывать ее с любым количеством аргументов. Все эти вещи будут вот в псевдо-массиве arguments. Так вот, стрелочные функции не имеют своего взыск и своего arguments. Они берут его из lexical environment. То есть если вы создадите стрелочную функцию внутри другой функции, то this внутри стрелки будет, внутри arrow function будет такой же, как и this у наружной функции. Соответственно, эти вещи, ну это свойство, оно очень легко используется, вот когда мы вместо bind можем привязать контекст функции и передать вот эту стрелочную функцию в promise, и там ее дальше будет вызвать. В общем, вот это такое свойство, оно как раз вот из этого свойства и проистекает. Ну и еще, так как стрелочные функции, они не настоящие функции, соответственно, их нельзя использовать с оператором new. Любую другую функцию можно, ну обычную функцию можно вызвать с оператором new и создать какой-то объект. Любая функция является конструктором в JavaScript, любая функция является объектом в JavaScript. Да, это JavaScript, детка. Вот, но стрелочные функции нельзя использовать в new, и вот это тоже такое, ну, свойство, которое стоит иметь в виду. Появились новые коллекции в JS, то есть появились специальные хост-объекты map и set. Map, по сути, предоставляет интерфейс хэш-таблицы, то есть есть методы set, get, has, delete, ну, size. Можно проитерироваться по map. Есть set, набор значений без повторения, ну, как бы, которые, ну, понятно все из названия, у него тоже есть свои методы. Вот такие вот вещи появились в новом JavaScript. Появился в JavaScript объект reflect, который предоставляет дополнительные методы для перехвата взаимодействия с объектами, работать с рефлексией в JavaScript. JavaScript, на самом деле, очень рефлексивный язык программирования, то есть можно взять, допустим, функцию какую-нибудь объявить, да, и сделать у нее ту стринг, и у нас вернется строка с телом этой функции, ну, прям с кодом этой функции. Соответственно, если там были комментарии, то прям комментарии в этой строке и будут найдены. То есть можно эту функцию взять, как-то модифицировать эту строчку, заяварить, получить новую функцию без проблем. Соответственно, вот в объекте reflect это набор статических функций, да? А есть возможность обратного названия из строчки получить код и выполнить данные? Да. Можно, так как функция — это объект, то у любого объекта есть конструктор, называется functions с большой буковки. Можно сделать new function, передать эту строчку с телом функции, и он тебе вернет функцию именно такую вот, ну, собственно, рабочую. Но есть еще более интересные способы, например, зайвалить ее. Вот. Так что советую тебе почитать. Откроешь для себя новую главу JavaScript, просто будешь потом… Но не надо использовать и val, потому что там есть свои ограничения. Вот. Есть еще некоторые специальные методы, но о них не буду говорить. Оставлю вам на свое изучение. Вот. Так что много способов. То есть, ну, сам простой способ — это через new function просто создать экземпляр функции. Такое тоже возможно. Так вот, reflect предоставляет набор статических методов, которые позволяют, ну, как-то взаимодействовать с объектами. Например, reflect apply. Что он сделает? Мы передаем в apply target this argument и argument list. Target — что такое target? Target — это функция. This argument — это просто какой-то объект. И argument list — это массив аргументов. Что он сделает? Этот метод вызывает функцию target в контексте этого объекта с этими аргументами. То есть, можно не вызывать target круглые скобочки, а вот с помощью такого метода вызвать вот его другим способом, скажем так. В некоторых кейсах это может быть полезно. Например, разработчикам библиотек. Вот. Reflect construct, соответственно, сконструирует объект. То есть, как будто мы вызываем не new target и аргументы передаем, а с помощью функции. То есть, это более такой гибкий подход. Не надо писать new, чтобы вызвать объект. А вот мы взяли и вот с помощью метода сами его создали. Ну и на самом деле в объекте Reflect их очень много. То есть, это я просто перечислил. На самом деле их много и все из них, ну, в некоторых ситуациях могут пригождаться. Так что советую вам, если вы будете в дальнейшем работать в JavaScript, более подробно и более, ну, как, более профессионально изучить то, что там есть. А что важного есть в объекте Reflect? На самом деле есть метод DefineProperty, который позволяет объявить свойства в каком-то объекте. Ну, то есть, создать свойства в объекте. Он на самом деле был доступен раньше, но назывался ObjectDefineProperty. Но он и сейчас тоже есть, но его перенесли еще и в Reflect. Как он работает? Мы имеем какой-то объект, и мы хотим создать в нем свойства foo. Можно сделать это просто. То есть, object.foo равно что-то там. Но это менее функционально, потому что мы не владеем таким образом, ну, над настройками этого в пропитре. У любого пропитре в JavaScript есть такая вещь, как дескриптор. Пропитр и дескриптор называется, в котором содержится несколько характеристик этого свойства. Ну, то есть, примерно так же, как в Java мы можем получить дескриптор какого-то там метода или что-нибудь, то здесь точно такая же история. ReflectDefineProperty. Передаем первым аргументом объект, вторым аргументом название свойства и третьим аргументом объект с этими дескрипторами. Соответственно, мы можем настроить, какое именно свойство мы зададим. Например, мы можем разрешить его перечисление. Мы можем сделать его в writable, true или false. Можем запретить изменение дескриптора. То есть, создать как бы константное свойство. Соответственно, можем задать значение этого свойства или можем задать getter и setter. И значение, и getter задать нельзя одновременно. Это ограничение такое, потому что это как бы чушь, бессмыслится. Но вот с помощью такого свойства можно манипулировать свойствами объектов в джаваскрипте. Соответственно, эта вещь про петридескриптор, она дальше еще, мы ее еще затронем чуть дальше, когда Артур будет рассказывать про декораторы, потому что там она тоже играет место, ну, имеет место быть. Вот. А мы движемся дальше. Ну, и еще такие парочка дополнительных нововведений, которые были, появились в джаваскрипте, вот, в 2015 году, в ES6. Это такие вещи, как оператор возведения в степень. Кому-то захотелось писать на JS, как на питоне. Две звездочки, и мы можем возведить степень. Ну, в общем, math, pov, видимо, кому-то оказалось слишком мало, кто-то хочет вот так вот делать. Вот. И такие вещи, как shared array buffer и atomic. Коротенький либец про веб-воркеры. На самом первой лекции мы говорили о том, что в джаваскрипте он однопоточный, и, как бы, и по сути там только один поток исполнения. На самом деле это не совсем так. То есть есть такая вещь, как веб-воркеры. Это, скажем так, скрипт, который заработает в другом потоке, условно говоря. Мы можем внутри браузера создать этот веб-воркер, передать ему в качестве аргумента url, ну, адрес скрипта. Он его загрузит и начнет выполнять как бы параллельно основному UI потоку. Соответственно, мы можем… Есть такая вещь, как shared worker. Обычные воркеры, они связаны только с одной вкладкой, а есть такая вещь, как shared worker, они могут… с ними могут общаться несколько вкладок, но с одного и того же домена. Ну, там same origin policy действует, как и во всех других видах взаимодействий. Соответственно, мы можем внутри воркера отправить сообщение, можем подписаться на сообщение изнутри этого воркера. И внутри воркера мы тоже можем отправлять сообщение наружу и подписываться на сообщение внутри этого воркера. То есть вот таким образом мы можем обмениваться друг с другом сообщениями и, допустим, выполнять какую-то работу удаленно. То есть если это какая-то сложная вычислительная задача, например, конвертация видео, хотим мы сделать видеоредактор в браузере без проблем. Можем запускать кодеки и конвертировать байтики в видео вот с помощью веб-блокера. Соответственно, что такое shared array buffers и зачем они были нужны? Допустим, мы создаем буфер, new array buffer на 15 мегабайт RAM и хотим его отправить… Допустим, там картинка лежит, да, и мы хотим ее за грей скейлить. Она цветная, мы хотим в браузере прям динамически ее сделать черно-белой. Почему бы нет? Это можно сделать, но так как это такая, ну, ресурсоемкая задача, ну, 15 мегабайт RAM может быть и не очень много, но 500 мегабайт RAM это уже чуть побольше, то делать ее в основном UI потоки это не очень хорошо. Соответственно, мы создаем воркер и говорим ему, вот, сделаем им, пожалуйста. Так вот в чем суть. Фишка в том, что постмесседж клонирует данные. То есть мы перейдем туда какой-то объект, а в воркер попадает копия этого объекта. Не тот же самый объект, а копия. Соответственно, в RAM, в оперативной памяти браузера вот эти данные клонируются. То есть у нас было 500 мегабайт RAM, осталось 1000 мегабайт RAM. 500 на основную вкладку и 500 на воркер. Для некоторых типов задач это слишком дорого и как бы они, ну, это, ну, реально 500 мегабайт RAM склонировать это даже в Java будет слишком долго. Соответственно, придумали такую вещь, как шердерей буфер, который позволяет делать разделяемую память. Создаем шердерей буфер той же длины и отправляем его через постмесседж. И теперь в объекте воркера, ну, в процессе воркера, скажем так, в контексте воркера ссылка на эту память будет новой, ну, то есть объект буфера будет новый, но указывать они будут на одну и ту же область памяти. То есть, по сути, это как бы вот уже вот такая типа многопоточности. У нас есть общая память, но и два указателя на нее. Из нашего объекта, из нашего процесса и из процесса воркера. Вот. Так как это уже прям чуть ли не настоящая многопоточность, то нужны примитивы для работы с потокобезопасным кодом. Соответственно, есть объект Atomix, у него набор статических методов, которые позволяют делать потокобезопасное сложение, вычитание, запись. Есть Atomix Wide, подоб как в Futex и в Linux позволяют поставить, ну, заморозить процесс, поставить его на ожидание там того, что какая-то переменная в этом буфере будет равна чему-то там. В общем, такие вещи. Не буду очень подробно на этом устанавливаться, потому что, ну, там много чего есть. Если кому-то интересно. Что такое потокобезопасное сложение? Ну, то есть, если у нас переменная доступна из нескольких потоков, то мы не можем, допустим, сделать A плюс равно 1 и быть уверены в том, что значение переменной на единицу действительно увеличится. Вот. Потому что две операции происходят A плюс 1 и A равно A, и A равно вот этот результат. И как бы другой поток может вклиниться. Ну, обычная проблема с потокобезопасностью, которая есть во всех языках программирования. Вот примитивы, которые делают это, позволяют выполнить эти операции потокобезопасно. Вот. Это все фигня. Я на нее потратил полчаса. Офигеть. Как бы это все изи и как бы вообще не стоило внимания. А дальше пойдут более интересные вещи, к которым прям можно будет поломать мозги. Соответственно, первая такая вещь – это деструктуризация. Кто-нибудь из вас уже использовал ее? О, как интересно. В общем, вот будете знать, что это такое. Что такое деструктуризация? Это синтаксис, который позволяет объявлять переменные более интересным способом. По сути. А как это работает? Вот, допустим, у нас есть строчка John Snow, да, и мы ее сплетим по пробелчику. Хотим получить имя и фамилию отдельно. Как бы мы раньше это сделали? Сделали бы const r равно JohnSnow split. name равно r0, family равно r1, да. Так вот, деструктуризация позволяет эти три строчки соединить в одну и объявить переменную вот таким синтаксисом. И, по сути, вот этот объект, он деструктуризируется в эти две переменные. Соответственно, массив, первый аргумент этого массива, он переведет в первую переменную, второй аргумент переведет во вторую переменную. То есть мы вместо трех строчек написали одну. Соответственно. Что? Если бы было три слова, куда в третий сделать? Как бы не беги вперед, баськи, в пекло. В общем, соответственно, можно пропускать элементы. Если нам не интересен первый и второй элемент массива, то мы можем присвоить значение переменных в третий и в четвертый. Соответственно, первые два откинутся. Ну и если у нас больше элементов в массиве, чем нужно, то они просто как бы откидываются и игнорируются. Соответственно, num1 будет равен лениться, num3 будет равен тройке, а четверка никуда не исчезнет. Кроме деструктуризации... А, ну вот. В деструктуризации можно также задавать значения по умолчанию. То есть, например, family равно black, и если у нас вот этот массив будет иметь длину единица, то вторая переменная получит значение по умолчанию. Ну и можно, например, с помощью такого синтаксиса делать swap переменных. То есть, не обязательно объявлять на этой строчке переменные. Можно деструктуризировать какие-то объекты в уже существующие переменные. Вот с помощью такого способа можно взять и поменять переменные между собой. Кроме массивов можно деструктуризировать в том числе и объекты. Если у нас есть объект с какими-то свойствами, то мы можем получить переменные с названием этих свойств вот таким образом. То есть, в логин будет johnsnow, а в h будет 42 после этой строчки. Можно также задавать значения по умолчанию. То есть, вот в этом объекте нету спойля password, но вот после этой строчки password будет равно qwerty123. Можно также переименовывать свойства. То есть, если мы не хотим переменную с названием login, то можем взять и переименовать ее в username. Соответственно, логин вот johnsnow из этого объекта перейдет в username, в h перейдет в 42, а логин не будет такой переменной. То есть, это просто название свойства, которое игнорируется. То есть, после этой строчки у нас будет username johnsnow и h42. Соответственно, можно комбинировать и то, и то, и переименовать, и задавать значения по умолчанию в одном строке. То есть, допустим, логин, username равно anonymous. Если бы в объекте перса не было бы поля логин, то после этой строчки у нас было бы h42, а username johnsnow. Можно делать вложенную деструктуризацию. То есть, если у нас в объекте есть объекты вложенные, то можно деструктуризировать вот так вот рекурсивно, скажем так, как древовидную структуру. Соответственно, мы берем, в tag name, в tag кладем div, в var кладем 300, в h кладем 200, color равно red по умолчанию, потому что здесь нет color. Есть child, можно объявить массив. Childs — это на самом деле массив, в котором есть 4 объекта. Мы сохраняем первый, второй и четвертый. И вот делаем такую интересную историю. Вводим tag vh color first second last. Задачка на подумать, это подумать, кто себя в голове, чему все-таки будет равно каждый из этих переменных. Да, сейчас это выглядит немножко сложновато, но после нескольких дней практики вы будете это использовать просто так. А по сути эти сколько тут? Раз, два, пять строчек, они сэкономили по сути строчек 20, потому что сделать это раньше было прям очень много более плейт-кода. Можно деструктуризировать параметры функции. То есть если мы в функцию передаем объект, то можно прям сразу его и деструктуризировать и получить внутри функции vh. То есть не объект.вид умножить на объект.хейт, а просто return vh. Соответственно, передаем объект полный, возвращаем 20 на 50 равно 100. Передаем вид 42, х берется по умолчанию 100, то в итоге будет 4200. Может 1000? 20 на 50? Ну может 1000, а я как бы не… Ну вообще да, на самом деле 1000, это опечатка, да. Ну 1000. У меня три по математике. Ладно. А какие интересные свойства, какие интересные кейсы деструктуризации? Например, если мы делаем promise all и фечим параллельно три, допустим, каких-то JSON-ки, то мы можем их сразу положить нужные переменные. Post, messages и user. И не писать const responses равно promise all, потом const post равно responses точка, круглой, квадратной скобочки ноль. Экономится место. В общем, код становится более читаемым и экономится место. Мы не плодим лишних переменных, потому что если делать это все через переменную responses, то у нас появляется какая-то лишняя переменная responses, за которой нужно следить. В этом случае лишних переменных не появляется. Вот, например, другой примерчик. Допустим, у нас есть пять размеров аватарок, и мы их все загружаем, то можно их загрузить вот таким способом и вот сразу же получить пять переменных с названиями, ну, с этими аватарками. А есть более интересный пример, более интересный кейс, по сути, позволяющий эмулировать именованные аргументы функции, как в питоне. То есть в питоне есть такая фишка, как именованные аргументы. Мы можем вызвать функцию и передать ей только те аргументы, которые нужны. Ну, просто назвав, там, допустим, а равно один, b равно два. А если у функции было тысяча аргументов, то у нас зададутся только эти два, все остальные получат значение по умолчанию. Это может быть удобно, если мы не хотим явно указывать все аргументы, а хотим только некоторые. Соответственно, в JS можно делать точно так же, но вот с помощью такой вещи, как деструктуризация. А, то есть, допустим, у нас есть, допустим, у нас есть три аргумента. А я, по-моему, блин, я этот слайд вроде как переделал. Ну, в общем, у нас есть три переменных, вид, хейт и ленгф, да? И мы хотим посчитать объем получившейся фигуры, например, да? Что мы делаем? Мы вызываем функцию volume с объектом. Так как это короткие пропетры, то на самом деле это вид, двоеточие, вид, хейт, двоеточие, хейт, ленгф, да? Понимаете? Вот. А внутри функции мы эти пропетры деструктуризируем и работаем, ну, V, H, L. Так вот в чем фишка? Так как это объекты, то неважно в каком порядке идут свойства. То есть мы можем вызвать, допустим, хейт, вид, ленгф. Поменяли название. Ну, как бы, как будто бы аргументы поменяли местами. На самом деле нет. Это один аргумент, объект. В нем просто свойства в разном порядке. Но как будто бы выглядит так, как будто бы мы поменяли аргументы местами. Или мы можем указать только некоторые из этих свойств. Значение ненгф возьмется по умолчанию. Или вообще ничего не указать. По сути, если закрыть глаза на вот эти фигурные скобочки, то как будто бы мы вызываем функцию вообще с любыми аргументами, в любом порядке, какие хотим использовать. И как будто бы, в общем, это позволяет гораздо удобнее проводить, например, рефакторинги. Если у вас какой-то метод, который принимает много аргументов, прям десяток, например. Фечь. То можно запихнуть их себе в объект и указывать, когда нужно, только необходимые. Вот. Уловили суть, да? Вот такая интересная фишка. Тоже такой прикольный кейс деструктуризации. Вот. Деструктуризация. Используйте. Знакомьтесь. И знаете, это клево, это прикольно. Вопросы? Все-таки параметры, они именованные или не именованные. Какие? Это не то же самое, что в питоне именованный параметр. Это вообще не то. Но это как бы такой хак, который позволяет как будто бы именованный параметр использовать. То есть в чем суть? Мы создали три переменных и вызвали… Ну, если, смотри, закрываем глаза на вот эти фигурные скобки, да? Как будто бы мы просто вызвали функцию с тремя параметрами. Вот. Мы их поменяли местами, но как бы работает точно так же. Мы некоторые не указали, но работает точно так же. Можно написать хейт двойточие что-нибудь. Ну, то есть не обязательно использовать короткие пропитры, а можно прям там вызвать функцию, написать хейт, равно там, допустим, двойточие 15. Вот. Но фишка в том, что неважно, где мы это будем указывать. В конце этого объекта, в начале этого объекта. Вот. Позволяет, по сути, делать хорошие рефакторинги. Если мы в будущем, например, в методе из 100 аргументов захотим удалить какой-нибудь аргумент посередине, то нам придется все вызовы этой функции переписать, потому что у нас аргумент станет на один меньше. Вот. А если мы передаем всего лишь один аргумент с объектом, то мы можем какое-то свойство этого объекта не использовать и весь наш код не сломается. Вот чем профит. Неизвестно. То есть вот пятая, шестая строчка, они выполнены как один и тот же код. Один и тот же, да. Мы в волю... В хайт поставится... В хайт поставится 25. И там, и там. Это объект. Это один и тот же объект. По сути, мы написали как будто бы varA равно объект, вид двоеточие вид, хей двоеточие эффект. Создали объект с тремя свойствами. И передали в эту функцию объект. Просто один объект. У него свойства называются по-разному. И у них разные значения. А здесь при вызове этой функции мы их сразу же деструктуризовали в нужном случае. Вот. То есть сэкономили кучу строчек. Так, по идее, это было бы фигуры object. Там const v равно object.vit. Ну вот такие вот вещи. Это просто синтаксический сахар, который позволяет экономить код. Вот. Вопросы? У нас мало времени. Двигаемся дальше. Оператор расширения. Кто знает, о чем это? Кто его использовал? Как он выглядит? Три точки, да. Оператор расширения. Знакомьтесь, новый оператор в JavaScript. Наравне с плюсиком с вычитанием три точки. Вот. Что это такое? Его также называют оператор spread. Spread оператор. То есть если вам какой-нибудь фронтейдер скажет, ну, заспредь эту фигню, то вот это вот об этом. Что это такое? Допустим, мы имеем какой-то массив, да. Const r равно abcd. Мы можем создать новый массив и в середину этого массива вставить значение из этого массива с помощью такого синтаксиса. И новый массив будет вот такой вот. Такие элементы в нем будут. Вот это самый базовый пример расширения массивов. Поэтому он называется оператор расширения. По сути, мы берем элемент и вставляем вот сюда. Прямо вот так вот вставляем. Используется также при структуризации. Если у нас есть какой-то scoreboard, да, юзеры, и мы хотим получить первое место, второе место и оставшиеся лузеров, то мы можем это все деструктуризировать. Соответственно, в first попадет Jane, в second попадет John, а вот в этот массив попадут оставшиеся аргументы, которые не влезли вот сюда. То есть можно не учитывать аргументы, ну, там, последние элементы в массивах при деструктуризации, а можно учитывать с помощью вот такой штуки. Двигаемся дальше. Можно проэтерироваться по элементам коллекции и вернуть массив, состоящий из ее элементов. То есть что такое строка? Ну, как бы, по сути, строка — это как бы массив чаров, да? То есть мы можем вот здесь вот вместо R использовать литерал строки и получить массив из букв этой строки вот таким вот способом. Но кроме строки может быть любой другой итерируемый объект. О том, что такое итерируемый объект, и чуть-чуть попозже. Вот. Например, document querySelectorAll, все мы знаем, означает живую коллекцию. Псевдомассив — ненастоящий массив. У него нет метода forEach. Но вот с помощью такого синтаксиса можно этот псевдомассив проэтерироваться по нему и получить обычный массив из элементов этого псевдомассива. Соответственно, массив arguments внутри функции, все мы помним, что это тоже псевдомассив, это ненастоящий массив. Но мы можем получить настоящий массив arguments с помощью тоже этой же истории, где используется, например, передача параметров в функцию. То есть раньше, как было раньше, у нас есть функция ma, у нас есть массив чисел, и мы хотим получить максимальный элемент этого массива и минимальный элемент этого массива. В JS есть встроенный метод mafmax, но проблема в том, что он принимает аргументы через запятую, а не массив аргументов. И как мы делали это раньше? Брали mafmaxapply и, по сути, вызывали эту функцию и вот таким вот хитрым способом получали максимальный элемент. Вот. Это базовый вопрос на собеседованиях, как сделать такую вещь. Как бы если вы это знаете, то, скорее всего, с вами поговорят больше, чем 3 минуты. А как можно сделать сейчас? Можно с помощью оператора spread передать в функцию значение элементов этого массива. То есть мы вот такому способу передаем не массив элементов, а именно значение, как будто бы через запятую. Вот такие вот у него возможности. Двигаемся дальше. Можно собирать параметры функции. То есть если мы передали функцию несколько элементов через запятую, то мы можем использовать массив arguments, а можем вот с помощью такого синтаксиса получить настоящий массив num. То есть arguments — это псевдо-массив, а вот nums — это уже настоящий массив array. И у нее есть все методы array. Вот взяли функцию, которая принимает чиселки через запятую и через nums.reduce сложили их все. Можно деструктуризировать, соответственно, не все аргументы, а только некоторые. То есть если мы вызываем сплит с несколькими аргументами, то мы можем первый аргумент положить в qf, а все остальные — в nums. То есть вот такие вот фишечки у него есть еще. Что-то там дальше было? А, ну и пока что так можно делать только с массивами. То есть было бы круто, если бы можно было сделать вот что-то такое, например, взять, положить john в логин, пасворд вот сюда, а вот в этот объект все остальные свойства. Но пока что так делать нельзя. Но мы надеемся, что скоро будет. Ну, в общем, чуть попозже на этом чуть подробнее остановимся. Соответственно, нельзя сделать и в обратную сторону. То есть здесь можно было взять и в массив положить другие элементы, да? Почему бы не сделать точно так же с объектами? Как будто бы аналог object assign. Взяли объектик, взяли второй объектик, положили в профайл. Вот. Но пока что так делать нельзя, но чуть попозже мы расскажем, как все-таки можно. То есть это нельзя, но если очень хочется, то можно. Двигаемся дальше. Кто знает, что это такое? Ну, чуваки с U6 как бы в курсе, я знаю. Вот. Давайте более простой вопрос из серии, там, сколько типов данных в JavaScript? А, блин, я уже ответил на вопрос, да? Ну, короче, вот. Все же знают то, что сейчас, ну, раньше было 6. Есть number, boolean, string, object, null, undefined. Типа данных array нету, типа данных function нету. Array, function — это все object. И вот в ES6 два года назад появился новый тип данных — символ. На самом деле их чуть-чуть больше, как бы, но это для pro-level. Что такое символы? Допустим, вы разработчики спецификации JavaScript, да? И вы хотите добавить, допустим, всем числам новый метод. Например, перевести в троичную систему числения. Хотите вызвать 3 точка, перевести в троичную систему числения, круглые скобочки, и получить число вот в троичную систему числения, да? Как бы мы это сделали? Мы бы взяли, добавили в прототип эту функцию, и как было бы все ок. Но, когда мы выкатили бы новый браузер с этой функцией, то мы обнаружили, то внезапно у нас все сайты в мире поломались, потому что все сайты в мире добавляли это свойство числякам свои собственные. То есть разработчики спецификации находятся в такой состоянии, что они не могут просто взять и расширять опишки встроенных объектов. Например, не могут добавлять новые методы в object, не могут добавлять новые методы в maf, потому что программисты криворукие добавляли свои методы в maf. И не факт, что их методы называются так же, как вот мы назвали свои. Соответственно, символ, тип данных символ позволяет решить эту проблему следующим образом. Как он работает? Символ — это просто конструктор. То есть мы можем создавать символы, но без оператора new. То есть это фабричный метод, по сути. Можно вызывать символ круглые скобочки, можно вызывать символ и переговорить туда строчку с названием этого символа. Type of symbol равно symbol. В чем фишка? Фишка в том, что символы не равны между собой. То есть даже если мы создадим символ с одной и той же label, символ 2 и символ 3, то они не будут равны между собой. Это разные символы, хотя у них одинаковые названия. А, соответственно, конструктор выведет такую интересную историю, вот символ 2 выведет такую. Эти метки на самом деле просто для дебага служат, чтобы было удобнее понимать, что это за символ, где он был создан. Так вот, и вот в этом свойстве, вот в этом ключевом свойстве есть цимис. Почему? Потому что, а, ну и вот есть еще глобальные символы, которые берутся из реестра глобальных символов. То есть можем символ for label, нам создаться символ с этой меткой и вернется он. И при следующем вызове этой же функции вернется тот же самый символ. То есть здесь мы создаем символы, это разные символы, а здесь это уже одинаковые. Вот, соответственно, здесь true. Вот, ну и можно также получить метку этого символа, он тоже для дебага. В общем, это просто методы, как с ними работать. А зачем они нужны? Символы могут использоваться в качестве имен новых свойств. То есть если раньше имя свойства это обязательно строка, то есть общ квадратные скобочки бла-бла-бла равно 53. То сейчас можно в качестве имен свойств использовать не только строки, но и символы. А так как символы для одних и тех же меток возвращаются разные, то если мы где-то заиспользуем этот символ и определим какую-то функцию с этим именем, то никто другой не сможет эту функцию перезаписать, потому что у него не будет доступа до этого символа. Все символы уникальны. То есть если вы, допустим, разработчик почты и вставляете в свою страничку метод показать рекламу, а ваши блокировщики берут этот метод и делают равно undefined, то с помощью символов они не смогут его переопределить, потому что они не смогут получить имя этого свойства. Все символы уникальны. Мы где-нибудь у себя в замыкании создали якобы приватную перемену в замыкании вот с этим названием и использовали ее везде в своем коде. А чуваки из adblock, допустим, у них нету ссылки на этот символ, соответственно, они не смогут переопределить наши функции. Точно такая же история с разработкой… Ну вот, то есть вот пример. Берем constUser, name какой-то, name, и символ for hello объявили функцию с таким именем. Соответственно, мы можем взять эту функцию и вызвать ее. Мы можем чуть-чуть более просто, то есть взяли, сохранили этот символ в переменную, и дальше во всем своем коде вызываем вот эту функцию вот с помощью этой переменной. Так как, ну, это глобальный символ, то в любом другом месте можно его взять и вызвать эту же функцию. Но если сделать его локальным, то есть написать const hello, приват hello равно символ, круглоскобочки, что-нибудь, и использовать ее у себя и хранить ее в замыкании, то любой другой код не сможет обратиться к вашей функции, потому что она приватная. Это используется не только для разработки пользовательской, но и в разработке спецификации. То есть сейчас все новые методы, и старые в том числе, все новые устроенные методы объектов объявляются как свойства прототипа этих объектов вот с символьным названием. То есть, например, символ toString. Это функция с таким именем вызывается, когда мы делаем toString. Symbol hasInstance вызывается, когда мы делаем instance of. И вот на самом деле есть целая таблица, называется well-known символ. Их сейчас около 25, которые позволяют описывать поведение некоторых свойств встроенных объектов. Мы можем эти объекты переопределять, ну, как бы делать, как будто бы override встроенных функций. Некоторые вещи нельзя переопределять. То есть, например, нельзя переопределить сложение объектов, сравнение их по ссылке. Но, допустим, приведение их к строке переопределить можно. Раньше это делалось просто переопределением метода toString. Но сейчас... А, нет. ToString и так делается. Но, например, такие вещи, как toString.tag, все знают, что если вывести консоль.log какой-то объект, то в консольке распечатается object object. То вот это вот второе слово object, это на самом деле значение вот этого вот свойства. И его можно переопределять специальным образом, если вам нужно. Ну, в общем, не суть. Таким образом, символы позволяют делать вот такие вещи. Они, конечно, не для повседневного использования, но если вы профессионал JavaScript, то вы должны о них знать. Вот. И эти вещи используются дальше во всей спецификациях. Дальше в том числе... Ну, в общем, без знания этой вещи понять другие более крутые возможности становится чуть более сложно. Двигаемся дальше. Итераторы. Кто-нибудь знает, что это? Кто-нибудь использовал? Отлично. А вот теперь узнаете. Что такое итераторы? На самом деле в ES6, который вышел два года назад, появилась новая концепция. Концепция итерируемости. Это расширяющее понятие массив-концепция, которое пронизывает современный стандарт JS сверху донизу. Что такое итерируемые объекты? Итерируемые или перебираемые объекты — это те, содержимое которых можно перебрать в цикле. Ну, такое капитанское определение. Это в первую очередь массивы. У нас же есть цикл for in, for for, обычный for each, вот их можно перебрать. Псевдомассив arguments — это не настоящий массив, но он является итерируемым объектом. Соответственно, его можно перебрать специальным образом. Строки — это не массивы, но это итерируемые объекты. Коллекции дом-нод в браузере, генераторы, map-set, пользовательские итерируемые объекты — это все итерируемые объекты, которые можно перебирать. Для перебора итерируемых объектов используются такие вещи, как итераторы. Это объекты, предоставляющие метод next, который возвращает следующий элемент определенной последовательности. То есть итератор — это объект, у которого есть метод next. Для перебора итераторов существует специальный цикл for-off. То есть есть for-i, есть for-in, вот сейчас есть еще и for-off. Как это выглядит? Мы имеем массив чиселок, перебираем его через for-off. Не заботимся об индексах, не заботимся о var-i, просто перебираем элементы, как и должно быть в настоящем языке программирования. В чем суть оператора как раз-таки расширения? Оператор расширения итерируется по итератору и возвращает массив из элементов итератора. Именно поэтому оператор расширения работает со строком, например, потому что строки — это итерируемые объекты. То есть берем constsort, равно arguments, set prototype values, то есть set values тоже возвращает итератор. Можно проитерироваться вот таким способом. На самом деле есть символ итератор, well-known символ, называется итератор. И с помощью этого символа можно делать свои собственные итерируемые объекты. Ну или использовать существующие. То есть как итераторы работают на самом деле? У нас есть какой-то массив, который итерируемым объектом является. Этот массив, он еще не итератор. Это итерируемый объект, который можно перебрать. Соответственно, если мы вызовем у этого элемента метод с таким именем, то мы получим объект итератор, у которого есть этот метод next. Мы можем его вручную как бы повызывать, то есть итератор next, этот метод вернет нам вот такой вот объект, value1, don't false. Соответственно, в свойстве value будут каждый раз новые элементы этого объекта, а don't будет говорить, закончили мы итерироваться или нет. То есть don't false, 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 и вот мы дошли до конца, получили don't true и value undefined. Вот, то есть вот так вот итераторы работают на самом деле. Соответственно, с помощью этой истории мы можем создавать свои собственные объекты, собственные итераторы, которые будут работать, которые просто будут возвращать точно такие же объекты. То есть создали какой-то объект, присвоили ему current 0 и реализовали функцию вот такую, да. Функция будет возвращать this. Почему она будет возвращать this? Потому что в this есть метод next. А метод next, он будет проверять, дошли ли мы до конца, если нет, то возвращать какой-то объектик, а если да, то возвращать вот value undefined. Как это выглядит? Берем iterable current равно 7, проэтерировались, получили массив из 7 чиселок. Итерабли current равно 5, проэтерировались через forOf, получили точно такие, ну и сложили, получили 15. То есть 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 плюс 5 это 15. То есть можно свои собственные объекты создавать, которые будут вот в таком цикле итерироваться. А пока есть вопросы? А то вы что-то как-то притихли. Сложно, да? Это вам не какой-то там Java. Это вам как бы, это нормальное запрограммирование. На самом деле эти вещи, они повсеместно используются, и они на самом деле не сложные. То есть сейчас информации много, и поэтому вы немножечко в ступоре. Но через пару теньков, там, например, на следующем РК, вы уже все мне принесете код полностью пронизан всеми этими крутыми штуками. Это как бы всегда так было, и это круто. Кто знает, что такое генераторы? Это не итераторы, но у них одинаковые окончания. И кто их использовал? Исправим это упущение. Что такое генераторы? На самом деле это новый вид функций. То есть они почти такие же, как и функции в питоне. Вроде как, ну в общем, в питоне, и даже синтаксис примерно тот же самый. Только в питоне нет вот этой звездочки, а в JavaScript, чтобы ввелить функцию генератор, нужно еще вот такую звездочку добавить в объявление функции. Соответственно, внутри генератора становится доступно ключевое слово yield, которое позволяет вернуть значение изнутри функции. В чем цимис? Цимис в том, что yield работает как return, но не завершает выполнение функции, а ставит ее как бы на паузу. Соответственно, при следующем вызове этой функции мы начнем выполнять ее не сверху вниз, а вот с того места, где мы остановились. То есть можем объявлять функцию как function expression, да? Как function declaration, просто через ключевое слово function. Можем объявлять ее и сохранять ее в переменной. Вот так вот и так и так работают. Это по сути одни и те же функции. Что такое функция генератора? Функция генератора – это на самом деле итерируемый объект, от которого возвращает итератор. То есть мы берем функцию генератор, вызываем ее с круглыми скомочками, получаем какой-то объект. И у этого объекта есть точно такое же свойство next, которое работает точно так же. То есть ген next возвращает нам value 1, don't и false. То есть yield 1, вот эта единичка переходит вот сюда. Вот эта вот двоечка переходит в следующую итерацию, вот эта тройка переходит вот сюда. То есть don't true, value равно 3, все, функция завершена. И следующие вызовы будут возвращать такую же историю. Соответственно, вызывая генератор с круглыми скомочками заново, мы получаем новый объект генератора и можем его заново запускать. Это как делать это руками? Соответственно, мы можем делать это не руками. А, ну, например, можем с помощью этой истории делать бесконечные генераторы. Допустим, хотим получить генератор чисел Fibonacci. Если мы сделаем просто в цикле while true, будем возвращать новое число или классик массив, то наша функция как бы никогда не закончится и наша программа упадет, потому что while true нельзя. Но, например, в такой истории здесь можно, потому что на этом месте, на шестой строчке, каждый раз функция будет ставиться на паузу. А при следующем получении нового элемента будет выполняться дальше. Таким образом бесконечные коллекции можно генерировать вот таким образом. Оператор spread, он сам внутри себя проетерируется по этому генератору и вернет массив значений, которые он вернул. Соответственно, for off тоже работает. А как еще можно взаимодействовать с генератором? Можно прокидывать, можно писать не просто yield, не return что-нибудь, а на самом деле можно писать вот таким образом. То есть из yield возвращается какое-то значение. Значение это возвращается из того, что мы передали внутрь генератора. То есть можем в gen.next передать какой-то объект, и этот объект вернется нам вот сюда. То есть вы можете запустить эту функцию у себя в консольке и посмотреть, как это работает. То есть мы можем внутрь генератора передавать какие-то объекты. Соответственно, мы из генератора получаем объекты, внутрь генератора передаем объекты. Слишком много буквы R, это испытание для моей картавости. Ух. То есть вот написали такую штучку и взяли, посчитали, вызвали. А, взяли генератор, который считает чиселки. То есть мы взяли, вызываем генераторы с чиселками, эти чиселки попадают в нам, мы внутри их складываем. Ну, в общем, вот такой примерчик. Не нужно сейчас разбираться, в дом посмотрите. Можно внутрь генератора прокидывать ошибки. И, соответственно, внутри их можно обрабатывать. То есть сейчас вот этот генератор упадет, потому что здесь нигде нет trycatch. Но если вшу сюда trycatch, то можно эту ошибку как-то обработать. То есть вот такие вот возможности. Вот. Есть такая вещь, как композиция генераторов. То есть если у нас есть два генератора, допустим, такой генератор, который вернет элемент, который мы в него передали дважды, и вот такой генератор, то, по сути, у нас как будто бы тело этой функции заинлайнится вот сюда. То есть у нас вот это 42 будет в элемент, а как бы элемент 42, то есть здесь будет yield 42, yield 42, и эти строчки скопируются вот сюда вместо этой. Соответственно, здесь будет yield test, yield test. И, по сути, нам вот вернется такой объектик. То есть это тоже может быть полезно. Не скажу сразу где, но может быть. Я, например, в своем коде даже рабочем это использовал иногда в некоторых кейсах. Ну, просто стоит знать, что это есть. Никто не заставляет вас это использовать прямо везде. Есть вопросы? Я хочу на эту тему показать очень крутой примерчик, который просто взорвет вам мозг. Ну, то есть второй раз или третий, сколько там он у вас уже взорвался. В общем, допустим, у нас есть задачка. У нас есть какой-то файлик, да? В нем вот название файликов. И нам нужно прочитать текст этих файликов. Вот здесь файл один, там, допустим, чиселка. Здесь чиселка. И сложить их все, да? Допустим, мы это делаем в Node.js. Как бы мы это сделали? Ну, как бы мы это сделали? В самый тупой способ. В Node.js есть специальный объект, FES, о котором вы все, ну, наверное, знаете. У него есть метод readFile, который принимает название файла, кодировку и callback. Как и все в JavaScript, callback. Этот файл читается асинхронно и вызывается callback с названием содержимого этого файла. Как мы делаем? Мы читаем файл. Если ошибка, мы как бы прекращаем выполнение. Тут мы парсим, то есть получаем название этих файликов. Здесь у нас просто список, ну, по сути, список через slashn. Мы на этой строчке, ну, ничего особенного. Мы просто сплитим текст по slashn, делаем map и делаем фильтр. То есть получаем объект, объект этих, ну, массив имен файлов. Ну, и деструктуризируем его сразу. Хоп-хоп, видели, да? Деструктуризация. Давайте здесь напишем console.log и вот это вот добро выведем. Просто, чтобы посмотреть, что все работает. Запустим. Эх, нельзя увеличить масштабчик. Ну, вам видно вроде, да? Запускаем дамми. Нет, 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 не запускаем. Ну, и видим то, что нам вывелся массив из имен файлов. Да? Все просто. А теперь нам надо прочитать первый файл. А где мы его прочитаем? Мы не можем взять вот это добро и вставить его вот сюда, потому что это асинхронный код. Так это не работает в JavaScript. Соответственно, мы должны внутри этого коллбека read-файл, да? Получили текстик и прибавили его в сумм, да? Все просто. А так как у нас 4 файла, то мы должны внутри этого коллбека еще раз прочитать. А внутри того еще раз. И как бы вот хоп-хоп-хоп и погнали. А еще в конце, когда мы все сложили, это всего 4 файла. Нам нужно записать. Соответственно, у нас внутри самый последний read-файл, еще есть write-файл, в котором тоже есть коллбек. В общем, все очень круто. Та же самая история, о которой вам говорил Артур. И эту фигню можно переписать с помощью промиссов. Это будет чуть-чуть более аккуратно. Ну, я думаю, вы знаете, как это сделать, да? Но можно сделать гораздо интереснее. А именно, делаем такую вещь. Ну, во-первых, все-таки промиссифицируем read-файл и write-файл, да? То есть стандартные обертки над промиссами. Ну, я думаю, все понимают, как это работает. Все такое делали только с HTTP. То есть взяли в коллбек, засунули resolve-reject. В общем, получили промисс, который читает файл, и промисс, который пишет файл. Отлично. Пишем специальную функцию execute, да? Это пока свернем. Это пока не будем смотреть. Не смотрите. Напишем функцию execute, которая будет принимать два… Ну, на самом деле, один аргумент – генератор. То есть она будет принимать функцию генератора. И что она будет с ней делать? Мы вызываем генератора nextValue, да? То есть у генератора есть метод next. Вызываем метод next. И сохраняем то, что получилось, переменное. Если изнутри… И будем предполагать то, что изнутри мы заилдили промисс. То есть внутри генератора мы написали yield, new promise, равно что-нибудь, да? Естественно, у этого объекта, который мы вернули изнутри генератора, есть when. И в этот when, если… То nextValue, next – это объект, у него value и don есть, помним, да? А don – это true или false, а value – это, собственно, наш промисс, который мы изнутри вернули. И мы берем в этот промисс, чейним в when вот такую функцию. Если result, то мы вызываем генератор… Ну, в общем, вызываем рекурсивно ту же самую функцию, придаем… В нее тот же самый генератор, то есть мы генератор вызываем несколько раз. И… И объект вот этот, результат. Но если ошибка, то мы делаем генератор throw, прокидываем внутрь ошибку. Вот. Если мы закончили, то мы пишем finish. То есть сложноватый код, не спорю. Советую вам всем, если интересно, дома чуть-чуть более подробно посмотреть, как это работает. Но это самый минимальный, самый простой пример, значение. Всего 10 строчек. То есть мы… По сути, это штука, которая вызывает генератор, ну, пока он не закончится. Но это генератор, который возвращает промисс, мы вот в эти промиссы чейним вызов этой же функции. То есть если бы это был обычный генератор, то мы бы в цикле for просто вызвали синхронно. А здесь, так как он возвращает промиссы, то мы вызываем его как бы через промиссы. Так вот, что можно делать с этой функцией execute? Мы пишем функцию какую-то ген1, да? Это функция генератора, видите, со звездочкой. И что мы делаем? Мы из этой функции yielding promise. Функция rhythm возвращает промисс, который заводится, когда мы прочитаем файл. Соответственно, этот промисс попадает вот сюда. Вот это вот этот промисс. Мы в when этого промиса вызываем функцию, эту же самую, а результатом, ну, и с результатом, который вернул нам промисс. То есть вот в result попадет то, что мы прочитали из файла, и мы вызовем эту же функцию. В value будет равно этому результату. Стоит смузом генератора, вот с этим результатом. И вот этот результат нам попадет в эту переменную. Вот так вот это все по-хитрому работает. Ну, как бы надо немножечко мозги, скажем так, перевернуть. Вот, то есть делаем все то же самое, а теперь делаем, смотрите, вообще какая красота. Нам 1 равно yield read files плюс filenames 0. Хоп, хоп, хоп. Ставим 4 файла, никаких коллбеков. Как будто бы синхронный код, но он на самом деле асинхронный. Взяли, сложили. Все знают специальный оператор джазскрипта плюс равно плюс, да? Ну, на самом деле это вот так выглядит. То есть нормально. Мы парсим строчечку в чиселку. Вот. И в самом конце заилдили и записали файлик вот в result.execute1. То есть смотрим, смотрим, как работала дамми. Вызываем дамми. Смотрим то, что у нас в файле result.dami появилась чиселка, да? Ну, та же самая. Как тут? Правильно. Почти то же самое. Вот. Но это... Вызываем... Так, вот это вот мы... Ген 1, да? Ген 1. Ген 1. Мы вызываем эту функцию, получаем объект генератора. То есть мы перейдем в execute не функцию генератора, а сам объект генератора, у которого есть next. Вызываем с помощью функции execute и проверяем, что все. Берем коды. Execute. Finish. Смотрим то, что здесь то же самое число. В чем плюха? Плюха в том, что эти функции уже кто-то за вас написал. Ну, то есть эту функцию, функцию read надо написать всего один раз. Она где-то уже в библиотеке 100% есть. На JS даже она есть. Функцию write тоже нужно написать всего лишь один раз. Ну, она где-то там написана, тестирована в библиотеке, там, тысяча тестов, на ней она работает. И функцию execute за вас тоже уже написана. Там называется co. Она чуть-чуть важнее, чем вот это вот добро. Она позволяет yieldить массивы промисов, объекты промисов. В общем, клевые штуки. Но, по сути, делать то же самое. А код наш, код, который делает нашу бизнес-логику, он стал намного короче и красивее. То есть сравните, как бы, да, по 4 файла. Если бы их было 10, то что нам 10 коллбеков, вопросики. И вот это. Если у нас вот в этом read случится ошибка, то мы можем написать здесь try catch и как-то ее обработать. То есть ошибки, это асинхронные ошибки уже отлавливаются, потому что мы внутрь yield'а можем прокинуть exception. То есть, по сути, это очень похоже на асинхронный код, как будто бы это асинхронные вызовы функции. Но на самом деле это асинхронные вызовы функции. Прикольно же, да? Ну, скажите хоть что-нибудь, а то вы как-то сидите такие загружены, как будто бы все очень плохо. Вот. А можно делать прикольнее, еще прикольнее. Так как у нас file name is это массив, то мы можем проэтерироваться по нему и вот-вот делать вот так вот. То есть делаем gen2. И вот в execute 2 тоже тот же самый ответ. То есть почему бы нет? Взяли, проэтерировались по массиву, прочитали файлики в циклике, да? Все клево. Очень красивенько. А можно, ну, как бы все понимаем. Я надеюсь, что вы понимаете. Если не понимаете пока что, то поймете, что здесь файлы асинхронно, но последовательно. То есть сначала читаем асинхронно первый файл, потом читаем асинхронно второй файл и так далее. А можно же их читать параллельно через promise all. То есть мы пишем теперь третий вариант, в котором делаем вот такую вещь. Promise all. Здесь мы получаем массив промисов вот на этом месте. Вот эта вот функция возвращает массив промисов. С promise all мы возвращаем промис, который выполнится, ну, выполнить эти промисы параллельно вернет массив результатов этих промисов. Через yield получаем элемент, ну, нам, массив чиселок, которые были в этих файлах. Соответственно, запускаем ноду execute и видим то, что вот здесь вот результат все точно такой же. То есть вот такая простенькая штучка с помощью генераторов позволяет писать намного более красивый, намного более читаемый код. И разумеется, здесь можно написать trycatch и как-то это все добро обработать. Круто же? И фишка в том, что за вас это уже написано, из библиотечки делает. Вам просто нужно ее использовать и делать ваш асинхронный код более читаемым, более красивым. То есть если у вас сейчас как бы 2-3 асинхронных вызова в программе, то это норм, но если происходит работа с базой, где надо сначала записать что-то в одну базу, потом что-то сходить, что-то пересчитать, что-то прочитать, то эта вещь уже делает очень все красиво. По сути, ну, ничем не отличается, как будто, ну, реально, это синхронный код, асинхронный код, который выглядит синхронно и предсказуемо работает. Надеюсь, этот примерчик вас немножечко заинтересовал. Закроем все это. И двигаемся дальше. У нас как раз время хватает, чтобы все это рассмотреть. Есть пока вопрос по этой теме? Выводит, вот. Вот же, выводит. 42, 42, тест, тест. Смотри, как это работает. Мы берем вот этот код и вставляем вот сюда. То есть здесь было 42, соответственно, здесь будет yield42. запятая yield42. Вот мы вставим сюда. Что? Ну, смотри, если здесь будет yield42. запятая yield42. Здесь будет yieldtest и yieldtest, то выполнится это по порядку строчки. Это, по сути, как бы 4 строчки, ну, просто они записаны в одну. То есть композиция генераторов. Мы сначала заходим внутрь этого генератора, выполняем этот yield, потом и этот yield, потом выходим. То есть это я вам для иллюстрации, как будто бы это инлайнится. Но на самом деле внутри может быть все, что угодно. Внутри может быть вызов yieldов генераторов. Такая вот история. Потом мы выходим из этого генератора и заходим в этот генератор, и здесь уже yieldtest и yieldtest. А потом выходим из него, и поэтому получается 42, потом два раза тест. То есть мы вызываем этот тест, да, мы вызываем... И это раз, и оно 4 раза, 4 ответа. Не, вот я здесь проитерировался по этому, что получилось. То есть если мы вызовем просто тест с круглыми скобочками, то она вернется объекту, у которого вообще есть метод next. И к 42 не идет речи. А здесь оператор spread, он итерируется по... Он итерируется по генератору. То есть проходит его до самого конца, внутри себя, и возвращает нам уже результаты. Вот как он работает. То есть повторюсь, я вам как бы не рассказывал спецификации, потому что на самом деле там нюансов намного больше. Я просто рассказываю о возможностях, чтобы вы понимали, что такие штуки есть и использовали их, если это вам пригодится. А разобраться со всем этим очень легко на самом деле. То есть я буквально год назад, ну полтора года назад сам впервые услышал эту лекцию и подумал, блин, что-то сложно. Но как бы буквально через недельку я уже все эти вещи использовал в коде, и как раз моему предшественнику, скажем так, преподавателю Артему Мезину, я такой уже говорил, а вот можно еще так, а ты не знал, а я знаю, я кручу тебя. Вот, а буквально ровно год назад эта лекция, это была первая лекция, которую я прочитал в технопарке. То есть я начал преподавать не с начала семестра, а с середины семестра ровно год назад. Она тогда была чуть-чуть короче, мне было примерно 80 слайдов, а сейчас уже в два раза больше. Вот, ну в общем, это клевая тема, она прям, ну в общем, не парьтесь, если вы сейчас что-то не понимаете, потом с опытом это придет. По сути, я вам рассказал всю спецификацию JavaScript'а за три года, за 16, за 17, за 18 даже еще немножечко. Ладно, есть вопрос по этой теме еще? Это не конец. Дальше идут вот такие вещи. Кто-нибудь использовал их в своем коде? Кто-нибудь знает, что это такое? Пусть как нельзя. А? Что-что? Что нельзя? Что нельзя? Кого? Я такого не говорил. Ты, наверное, спрашивал про AsyncJS какой-нибудь. Ну, возможно. Нет, я такого точно не говорил. Я сказал то, что нельзя использовать Axios. Кому-то там другому, не вам, по-моему. Нельзя было, надо было мучиться с промисами, а сейчас пользуюсь AsyncAwait. В общем, что такое AsyncAwait? Это синхронные функции. На самом деле AsyncAwait это еще один, это ключевое слово, которое позволяет объявлять еще один вид функции. То есть с помощью звездочки можно объявлять функции генератора, а с помощью слова Async можно объявлять асинхронные функции. Они, эти функции, которые, вот, основная особенность этих функций, они по сути точно такие же, как и любые другие, но точно такие же, как обычные. Но они возвращают не результат, а promise, который возвращает результат. То есть даже если мы внутри функции вызовем return42, то снаружи вернется promise, который зарезовывается с 42. Вот. А внутри таких функций, возможно, синхронная работа с промисом с помощью ключевого слова await. Вот. То есть эта фишка, как бы, она очень похожа на то, что будет с ко. Ну, в общем, я чуть-чуть позже про это покажу. Как это выглядит? Объявление функции AsyncFunctionGood. Соответственно, мы вызываем функцию good, нам возвращается promise. У promise есть метод when. Можем передать callback и res равно консоли good равно 42. Очень просто, но ничего особенного. Ну, не совсем. Fetch сразу возвращает promise, но это просто функция, которая возвращает promise. Fetch — это обычная функция, но в ней написано return new promise внутри. А здесь мы нигде не написали слово promise. Но с помощью слова async это внутри себя обернул это в promise и вернул promise. То есть, видишь, здесь на слайде нет ни слова о promise. То есть, видишь, здесь на слайде нет ни слова о promise. А там в фиче как будто бы, ну, как бы return new promise и промиссифицированный callback-шный xhyapp. Ну, то есть, примерно как-то так это работает на самом деле. Вот. Соответственно, так как это promise, то мы можем здесь сделать throw new error, а здесь можем эту error перехватить. Ну, то есть, внутри делаем обычный код, а снаружи — promise. Пока что просто. Вот, то есть, можно вот так вот сделать. То есть, функция lucky, там, типа, когда-то maybe 42, а maybe error. То есть, все очень просто. То есть, когда-то возвращает ошибочку, можем вот так вот это обрабатывать. Это было бы, конечно, клево, но прикол в том, что внутри функции этой можно писать ключевое слово await. И что оно делает? Это ключевое слово await. Ну, то есть, взяли await fetch. Что-то за fetch. Оно остановит выполнение этой функции на этом месте. Дождется, пока этот promise зарезовывается. И вот сюда передаст результат этого промиса. Да? Да. Проверили статус. Conjunctioner, ну, await response.json. Response.json означает promise. Движок JavaScript ждет, пока этот промис зарезовывается и передает в эту переменную результат этого промиса. То есть, это похоже на ту же самую фигню, что я вам писал с yieldами. Только это, смотри, JavaScript-овстроенная история. Она работает с промисами. Что? Если у нас будет где-то ошибка, у меня нету такого слайда, но на самом деле здесь можно писать try-catch снаружи. Ну, вот здесь. Вот здесь, допустим, try, а здесь вот catch. И это все обработается как будто бы синхронно. То есть, точно так же, как с yieldами, вот в моем примерчике. Но fetch означает promise. Fetch означает promise. А await ждет, пока он завершится. Да. И если он завершится, да? Promise. Завершится. То в этом месте возникает ошибка, и она перехватывается try-catch. То есть, это точно так же, как с yieldами, но в том примерчике. То есть, мы пишем снаружи вот этого await-a try-catch и синхронно обрабатываем ошибку. А с помощью этих ключевых слов await, ну, это примерно так же, как в C-Sharp есть асинхронные функции. В Java это примерно как, ну, в Java нет вообще-то async await-a. В Python есть асинхронные? Это я не помню. Я не знаю. Ну, в общем, в C-Sharp он точно есть, и он работает примерно так же. То есть, мы вызываем здесь асинхронные функции, которые защищают promise, а получаем не сами promise, а результат этих promise. То есть, вот, например, вот так вот взяли, зафетчили какой-то там, допустим, массивчик чего-нибудь, и здесь через promise.all зафетчили элементики этого массивчика параллельно. Получили массив результатов. Можно возвращать изнутри асинхронные функции promise, то есть, можно не ждать, пока он здесь разловится и возвращает результат, а можно возвращать сразу promise. И внутри себя JavaScript движок дождется, пока он выполнится и вернет наружу результат. Ну, то есть, вот такая вот история. Соответственно, асинхронные функции можно фетчить, ну, await-a изнутри себя. Ну, то есть, если у нас есть какая-то асинхронная функция lot1, то можем внутри другой асинхронной функции lot2 заавейтить lot1. А давайте продемонстрирую, как это работает на практике. Перепишем наш пример на асинхронные функции. То есть, идем сюда, и вот здесь асинх. Смотрите, в чем история. Функция read и write, они остались точно такие же. Они за вас уже написаны кем-то там, потому что это популярная история. А у нас появилась функция word constwork равно async function. Что мы делаем здесь? По сути, как я сделал этот пример? Я скопировал пример из прошлого раза, и просто command R заменил yield на await. И все точно так же работает. Мы ожидаем, пока мы не прочитаем файл, в переменную list попадается режима этого файла. Мы парсим его. Потом мы ожидаем, пока мы не прочитаем все эти файлы через await. Здесь как бы функция ставится на паузу, и возвращается вот сюда результат уже, массив строк. И здесь мы ожидаем, пока мы не запишем. На самом деле можно было бы написать просто return. То есть внутри себя все равно бы дождалось. То есть то, что мы возвращаем из promise, то, что мы возвращаем из-за синхронной функции, всегда оборачивается внутрь promise и ждет, пока оно не завершится. А здесь мы вызываем функцию work. У нее есть when catch. Она возвращает promise, у которого есть when catch. Мы в when что-нибудь, в catch что-нибудь. Соответственно, try catch работает точно так же. Ну, то есть, ладно, давайте сначала продемонстрирую, что работает вот так. Finish. Вот, получили результат асинг. Пожалуйста. Нет, мы сначала ждем, а потом просто как бы return undefined. То есть здесь на самом деле return void 0 происходит. return undefined. Все же знают ключевое слово void в JavaScript, да? Есть слово void. А? Да, в JS есть слово void, и оно что-то делает, и оно не в объявлении функции. А есть еще ключевое слово delete, и на самом деле там их много, а вы не все знаете. Ну, я даже рискну предположить, что штук 5 не знаете. Ладно, не суть. Короче, на самом деле, это просто мы сначала дожидаемся, пока произойдет фрайт, а потом еще можем здесь еще что-то писать. Да? А здесь просто завершится выполнение функции. Мы напишем здесь return. В общем, давайте сделаем так. И вот здесь вот допустим r, да? И здесь его распечатаем r. Не, не распечатаем. Давайте консолидир делаем. Ой, как сложно-то. Все же знают, в чем отличие консоли лог и консолидир, да? Я уверен, что все знают. Вот, чтобы выводиться в таком случае. В таком случае у нас здесь будет r двоеточие undefined. Ну, в общем, давайте продемонстрируем. Вот, r undefined, да? Так, сейчас в write. Допустим, мы здесь в resolve будем возвращать какое-нибудь слово, например. То есть еще раз, undefined, ничего не изменилось. Потому что мы изнутри функции вернули ничего. А если мы напишем вот так вот, то мы изнутри функции вернем promise. Соответственно, вот сюда попадет результат этого promise. То есть, вот, r в write it. То есть promise в write, он резолвит внутри себя вот такое слово. То есть вот в чем суть. Вот в чем разница. То есть можно просто ретюрнить promise, а можно делать и не ретюрнить ничего. Ну, это зависит от того, как он... Да, если мы делаем ретюрн, допустим, ретюрн 42. Не, не хочу 42. Не, не хочу, топ-кек, хочу. Так, лучше. То есть, то у нас возвращается вот это вот число. То есть мы можем ретюрнить как promise, можем ретюрнить просто значение, можем ничего не ретюрнить, но снаружи у нас будет promise. А давайте продемонстрируем обработку ошибок. Допустим, пишем try. ConsoleErrorError, да? Вот так вот, да? И, допустим, здесь не лист, а вот такой вот. Этого файла у нас нету, соответственно, если мы попытаемся его прочесть, то будет ошибка. Пишем на dasync, вызываем да. Да, то есть у нас распечаталась, во-первых, ошибка. Вот она. Ену, ент, нет файла. Совернулась в fail, ну и как бы она дальше не продолжилась. То есть вот у нас асинхронная функция, а обработка ошибок синхронная. То есть как будто бы здесь не await что-нибудь, а просто JSON parse какой-нибудь. То есть поняли, да, идею? Все очень просто и намного удобнее позволять писать код. И без всяких библиотек. Это уже поддерживается в JavaScript. Вот. Такая история. Есть вопросы по асинхронным функциям? Есть, нет, да, куда? Что? Чем концепток отказывается? Сам узнаешь. А мне расскажешь. За дополнительный балл. Не понял. Не понял. Ну, действительно, список свойства, а что, как значение? Не понял. Куда писать? Концем лог. Не-не-не-не. Не понял. Ну, просто вместо дира, в конце все. В лог. Там же, по идее, все равно сдаются свойства. Ну, да. Ну, просто фишка в том, что если здесь ничего не будет, например, да? Ну, да. Если мы структуризируем. Не-не-не-не. Это вообще никак не связано с деструктуризацией. Вот это вот не связано с деструктуризацией. Это я просто объект объявил. Вот объект. Да, но свойства не увидится. Какое свойство не увидится? Да, потому что, типа, вот я сейчас прочитал, что дир от лога отвечает тем, что дир позволяет перевести список свойств объявления. Не, не список свойств. Например, в R сейчас оно равно undefined, да? Концем лог О. То, а, кстати, нет. И то, и то одинаково сработало. Но, например, если взять О.R равно undefined. Ну, на самом деле, да, одинаково в этом случае. Но, например, если удалить свойства. Да, то они не выведутся. Возможно. Короче, через дир выведутся. В джейс, например, в браузере, например, если мы будем делать консоль лог каких-то дом нод, то они будут вводиться в консольку как html код, ну, типа. А если консоль дир, то они будут вводиться как объекты джаваскрипта. Ну, в общем, такая разница. Есть вопросы по синхронным функциям еще? Как бы дома вы, конечно, разберетесь и все перепишете свой код снова на синхронные функции. Ну, вы не сможете этого не сделать, потому что вам захочется. И это правильно, и это круто. Круто уметь работать с разными видами ее. И как и с коллбэками, и с промиссами, и с синхронами. В общем, двигаемся дальше. Кто знает, что такое прокси, кто его использовал? Отлично. Что такое прокси? Объект прокси — это особый объект, смысл которого — перехватывать обращения к другому объекту и при необходимости модифицировать их. Ребята, давайте потишем. Как мы создаем прокси? Есть ключевой конструктор прокси, это хост объект. Вызываем через new, передаем два аргумента — target и handler. Target — это объект, обращение к которому надо перехватить. То есть это просто... А handler — это специальный объект с функциями-перехватчиками. Ну, в общем, конфигурационный объект специальный. У него есть специальный синтексис. И получаем объект прокси. Как может выглядеть объект handler? То есть вот есть специальные функции-перехватчики, которые позволяют навесить, скажем так, обработчика на какое-то действие. Например, обработчик на получение свойства. Берем в объекте функцию get, создаем, и эта функция вызывается с тремя аргументами. Target, property, receiver. Target — это объект, к которому мы обратились. property — это название свойства, которое мы получили, а ресейвер — это тот объект, к которому, ну, скажем так, это, в общем, ресейвер — это сам объект прокси. Вот в чем суть. То есть target в этом случае будет равно user, property будет равно какому-то строчке, а ресейвер — это будет ссылаться на прокси. И вот мы внутри вот этой функции можем, допустим, что-нибудь делать за консоль лог, например, и вернуть. То есть мы получили свойство property объекта target, вернули, ретюн, target property. Соответственно, мы повесили обработчик на set, что-то залогировали, записали, вернули true или false. Ну, там у разных обработчиков их много, у них есть специальные, ну, там, аргументы, которые они принимают, что должно возвращать, описание, в общем, почитать в документации. Как это работает? Берем прокси, то есть мы обращаемся уже не к target, а к прокси. Proxy.name равно johnsnow. А залогировалась запись name равно johnsnow. То есть вот property стал равно name, value стал равно johnsnow. То есть мы просто присвоили какое-то свойство, а во время этого присвоения выполнился какой-то код. Вот. Мы можем здесь, например, не присваивать, мы можем здесь возвращать, допустим, делать вообще какую-то другую логику. Например, return false кинет ошибку. То есть если мы здесь вернем false, то это будет интерпретироваться, как будто бы нельзя такое значение присвоить, и вот здесь генерируется exception. Можно взять прокси h равно 22, прокси long property, то есть можно обращаться не через точку к свойствам, а через массивную иннотацию, через вот такую, как к атрибутам. Соответственно, при чтении, когда мы хотим получить значение свойства, вызывается вот этот уже обработчик, и у нас вводится чтение name, чтение h, чтение long property. То есть мы взяли и навесили обработчик на запись свойства, на чтение свойств. Можно навесить обработчик на apply, на вызов функции, то есть если объект target это функция, то на каждой вызов функции target круглые скобочки будет вызываться эта функция. Можем вызвать, навесить такой обработчик на констракт, на вызовы конструктора с new. Вызываем функцию с new, вызывается функция, которая может что-то вернуть. Has, define property, delete property, их много там на самом деле, то есть можно чуть ли не все операции с объектом перехватить и обрабатывать их как-то по-особому. Как можно применять прокси? Например, одно из прикольных применений это вот, допустим, имеем какую-то функцию в wrap.vif.proxy. Она внутри себя что-то делает. Ну то есть это просто функция, которая берет оригинальный объект и возвращает специальный объект прокси, который определенным образом там сконструирован. Не буду проводить код этой функции, но его можно саму написать, там просто строчек 20-25 будет, но вы там найдете где-нибудь в интернете примеров куча. На learn JavaScript, например, с примера. И в чем в сути этого свойства? Вот у этого объекта теперь можно обращаться к элементам, не проверяя их на undefined. То есть, допустим, magic это пустой объект по сути, да? А мы можем magic, data, элемент, бла-бла-бла, attribute color равно black. Так как data нету в этом объекте изначально, то нам бы вернулась ошибка. Но так как мы обернули перехватывание сетов в специальной прокси, в специальную функцию, в которой мы, допустим, проверяем, есть ли это свойство, если нет, то мы его устанавливаем, то мы можем писать вот такой вот код и не бояться об ошибках, да, например. Или, например, можем вот так вот присваивать. То есть вот можно с помощью такого хитрого прикола сделать вот такую вот штучку. Есть еще более интересная вещь, какой-то чувак упоролся и написал такую любую. Ну, она, конечно, шуточная, ее не надо использовать в продакшене, но как proof of concept она годится. То есть вот это прям пример среди. Взяли, импортировали какую-то функцию и взяли что-то, подмешали в прототип объекта array. То есть взяли в методы array, напишали каких-то специальных функций и вот создали какой-то массивчик алмазов, да? И, допустим, как бы мы… Допустим, это массив объектов, у которых есть какие-то свойства, да? А как бы мы, допустим, взяли и получили бы массив цены этих алмазов? Ну, вот про diamonds map, diamond, diamond price. Ну, просто. Это раньше. А вот с помощью проксированной этой штуки можно, например, вот таким образом это сделать. То есть он внутри себя поймет то, что мы хотим получить значение функции, вызвать эту функцию. В общем, вот такую вот штуку заменить на такую. То есть мы пишем так, а по сути работает так, потому что там внутри прокси что-то вызывается. Или более прикольно. Допустим, покупаем все розовые алмазы. И изначально было так хоп-хоп, хоп-хоп, а вот взяли, хоп-хоп, сократили, пожалуйста. Все. Это работающий JS-код. Если подключить на свою страничку вот эту библиотечку, то это будет работать, и это будет работать нормально. Пожалуйста. Это, конечно, не стоит использовать, но как purple concept это прикольная история. То есть можно с помощью прокси делать прикольные всякие вещи. Вот. Надеюсь, это вас заинтересует. Хотя просто поизучать, попробовать как-то. как бы на Java вы фиг такое напишите. Даже на Kotlin нельзя. Есть какие-то вопросы с этой историей? Ну, то есть я думаю, по прокси нет никаких вопросов, потому что прокси это сложно, да? Но я надеюсь, что вы все почитаете про эту историю. Ладно. Это все круто. Это все, конечно, просто замечательно, но некоторые из этих вещей работают, ну, они появились относительно недавно, там, в этом году, год назад. И, разумеется, всякими Е6 не поддерживаются. Так вот, возникает резонный вопрос, а что с поддержкой? Вот мы вам рассказываем как бы про синхронные функции, а они в старых браузерах не работают. Мы вам рассказываем про, допустим, прокси, а они в старых браузерах не работают. Мы вам рассказываем про импорт и экспорт, а они даже в новых не работают. Как бы, а как это все использовать? Зачем это знать, если это нигде не реализовано? Что с поддержкой? Так вот, существует несколько ресурсов, которые позволяют узнать, ну, поддержку определенных фичей JS в браузерах, например, или в других окружениях джаваскриптовых. Есть сайт congax.github.io. Он представляет информацию о поддержке версии экомаскрипта в разных браузерах, в разных окружениях, в Node.js, не в Node.js. позволяет проверить, поддерживаются ли какие-то фичи в каком-то браузере. Например, если перейти на этот сайт и понять, что у меня отвалился интернет, так как это все плохо, то надо открыть его в другом браузере. Папарапа. Continue. Вот. Переходим на страничку, и нам загружается интерфейс, и мы можем посмотреть, поддерживаются ли, допустим, фичи экомаскрипт 6 в новом браузере. И мы видим то, что в current браузере... Что-то он как-то лагает с ним. А, вот, да. И мы видим то, что в текущем браузере, например, ES6, ES2015, который вышел 2 года назад на минуточку, это Chrome, сам последний, поддерживается 97% фичей, которые там есть. То есть здесь есть прям списочек. Мы можем посмотреть, что, например, spread оператор в этом браузере поддерживается, какой-нибудь for-off loop поддерживается, а, например, в... Например, где-нибудь... Блин, тут вообще все плохо на самом деле. Давайте устаревшие платформы посмотрим. Узнаем, поддерживается ли for-off в E6. Очень хочется узнать. Ну, вот, на самом деле, даже в E10 не поддерживается. То есть если мы решаем, например, использовать ли какую-нибудь фичу, например, в нашем браузере, а мы видим то, что, ну, допустим, мы поддерживаем Chrome последний и E11, например, да, и видим то, что for-off не поддерживается в E11, то мы не будем писать его в своем коде. Ну, в общем, вот так вот можно посмотреть, какие фичи реализованы. Можно посмотреть ES2016+. То есть, например, вот оператор 2 звездочки, например, в текущем браузере поддерживается, а в, ну, и на самом деле много где поддерживается. Вот в Edge 15 поддерживается, в E11 не поддерживается. Вот, 2017 фичи, вот, допустим, асинхронные функции. Видно то, что они поддерживаются чуть-чуть хуже. Например, в четвертом Node.js не поддерживаются, а в восьмом уже поддерживаются. Вот такие вот вещи. В общем, много интересных историй есть. Вот, 2018 код. Ну, это то, что еще, даже еще и не вышло. Вот, это CanGax позволяет проверить поддержку именно версии JavaScript. Что есть в JavaScript, спецификация JavaScript. Вот, надо знать про этот сайт всем. Есть сайт CanIUse, с ним вы уже как бы знакомы. Он позволяет проверить поддержку фичей браузеров в разных браузерах. То есть, если мы хотим узнать, например, мы хотим использовать Flexbox в нашем браузере, в нашем проекте. Пишем сюда Flexbox и видим то, что они поддерживаются уже почти везде. В мире в 97% браузеров их поддерживает. Можно уже вязать. А хотим, допустим, заезжать гриды, да, гриды, гридлайаут. Видим то, что у него поддержка чуть-чуть похуже, 75%. А хотим, допустим, Shared Array Buffers, а их даже еще и нет. Вот, Shared Web Workers. Web Workers, которые между вкладкой могут синхронизироваться. А здесь уже похуже. Например, в Edge они нет. В Safari их нет. Вот, то есть, вот этот сайт позволяет проверить именно фичи браузера. То есть, хотим фич, да, фич. Где используется фич? Фич нельзя в E11, фич нельзя в Opera Mini. А вот здесь вот уже почти можно. Ну, кстати, 78% это не так уже много. То есть, каждый пятый посетитель вашего сайта в мире, если вы используете фичи, не будет видеть, ну, не будет иметь возможности работать с вашим приложением. То есть, 20% вашей прибыли исчезает. То есть, вот, фич, can I use сервис, о котором, второй сервис, о котором вы все должны знать и, как бы, так сказать, иметь в виду. Вот. Но все было бы грустно, если бы FrontEnders не придумали такую, как бы, что делать, что делать. Мы хотим использовать фич, мы хотим писать эти хронные функции и хотим, чтобы это все работало в E10. Есть два глобальных подхода, которые в корне различаются, но которые позволяют эту фишку реализовать. Полифилы. Что такое полифилы? Это библиотека, которая добавляет в старые браузеры поддержку возможностей, которые в современных браузерах являются встроенными. То есть, object is в современных браузерах он встроенный, а в E10 его нету. Но это же просто функция, и мы можем ее сами реализовать. То есть, мы проверяем, есть ли object is в этом браузере и присваиваем туда функцию. И вот, собственно, это самый короткий полифил в 6 строк, который реализует object is. То есть, в E10 object is нету, оно появилось только в новых хромах. Но если мы такой код ставим на страничку, то в старых браузерах это тоже будет работать и можно будет использовать. Это полифилы. На самом деле, есть всякие библиотеки полифилов, которые полифилят старый весь JavaScript, новые возможности. Но фишка в том, что не все из новых стандартов можно заполифилить. Например, можем ли мы заполифилить оператор разведения в степень 2 звездочки? Нельзя, потому что это не функция, это возможность синтаксиса. И браузер, когда будет партить, он отнесся на 2 звездочки, кинет нам exception, типа я не знаю, что, я это не буду исполнять. Так вот, чтобы эту проблему решить, придумали такую вещь, как transpiling. На самом деле, очень важная вещь, которую надо вам всем вбить в голову, ну так осознать. Во фронт-энд разработке в 100% случаев тот код, который вы пишете, и тот код, который работает в браузере, это разный код. То есть то, что вы пишете, и то, что работает в браузере пользователя, это совершенно разный код почти всегда. Вот, потому что во фронт-энд разработке очень сильно распространяется транспиляция. Это конвертация кода программы, написанная на одном языке программирования в другой язык программирования. То есть это если в общем смотреть. Как бы применительно к JS, transpiling, это когда мы берем код с новыми фичами, с новыми возможностями синтаксиса и преобразуем его так, чтобы это работало и в старых браузерах. Например, взяли, имеем before вот такую историю, затранспилировали, con заменили на var, стрелочную функцию заменили на обычную функцию, шаблонную строку заменили на сложение строк, а возведение в степень заменили на mathpuff. То есть вот это вот, это транспиляция. Когда мы берем код из новой версии JS, транспилируем, получаем другой код, который будет работать в старом браузере. И эта история, она везде во фронт-энде, прям вот во всех, во всех местах проявляется. То есть это надо понимать, потому что чаще всего тот код, который вы пишете, это не тот код, который работает у браузера, потому что перед этим он проходит множество стадий вот такой транспиляции. Много различных, как бы да, это подход клевый, и чуваки написали в библиотеке, которые позволяют это делать. Самый распространенный инструмент это Babel, это многофункциональный транспиллер, который позволяет транспилировать разные версии ES с ECMAScript в разные другие версии ECMAScript. То есть в сайт есть Babel REPL, который позволяет проверить, ну как бы Babel онлайн. Можно протестировать, как это работает. Например, пишем, пишем что? Давайте, допустим, давайте напишем, допустим, класс А, да? Вот. И, допустим, пусть работать будет в Е9, да? Хотим, чтобы работало в Е9. Так вот, на входе имели класс А, а на выходе получаем какую-то страшную штуку, прямо такую огромную. Пожалуйста. А хотим, чтобы работало в Е6. А, наверное, даже и не получится. Ну, мне кажется, не будет разницы. Допустим, берем 123.forEH. А вот так вот, да? А-ха-ха-ха-ха. И, допустим, отметим вот такие штучки. Ну, на самом деле, блин. Ну, ладно. Короче, forEH не будет делать. Давайте возьмем, что ли, тогда для разнообразия. Пожалуйста. Появилась еще одна длинная страшная функция. И вот мы, пожалуйста, взяли и заспредили нашу строчку. То есть так это примерно работает. Но это все делает программа. За вас вы пишете крутой код, она уже внутри себя транспортирует его старый. Как это работает на практике? То есть как использовать Babel? Babel очень просто. Устанавливаем модуль. Babel — это NPM-модуль. Мы его можем установить. Соответственно, есть какой-то файлик с конфигурацией. Называется Babel RC. Мы можем здесь указать, какие версии использовать. То есть транспортирует ли до ES5 или транспортирует ли до ES6. Ну, в общем, что-нибудь такое. И, собственно, запускаем с помощью команды Babel какой-то файл с новой версии GS. И перейдем в опцию, как бы, куда этот файл затранспилировать. Примерчик. То есть вот у меня есть какой-то файлик, какая-то папочка. Давайте мы это закроем. Вот, у нас в SRC есть вот такая же история. Новый GS, да, который работает только в хромах. Здесь тоже вот мы вызываем какую-то функцию. Что-то именно делает. Вот у нас есть пакет JSON, в котором мы установили Babel. Ну, и еще парочку пакетиков. В Babel RC какая-то конфигурация. Неважно. Это как бы возьмете из документации. Собственно, как это работает. Вызываем Babel. Передаем ему папочку, откуда взять. И передаем папочку, куда все это затранспилировать. Вызываем. Вот так вот. Вот он что-то делает и написал, что он преобразовал эти функции вот в эти. И посмотрим, что там случилось. То есть вот было вот такое добро, стало вот такое добро. То есть видим то, что здесь как бы по сути мало что поменялось. Но, например, есть 6 экспорты, которые не работают в ноде. Они поменялись на обычные экспорты через exports. То есть мало что изменилось. Это почему? Потому что я здесь в Babel RC указал то, что я хочу поддерживать седьмую версию ноды. А если я, допустим, захочу, чтобы это все работало в четвертой, то уже результат будет немножко другой. И мы увидим то, что здесь уже какая-то страшная история. То есть какой-то create class, что-то, в общем, пожалуйста, 32 строчки кода. И вот какой-то большой такой кусок, который вообще непонятно как работает. Вот, собственно, вот наша функция. Вот оно все работает. Отлично. Index.js стал вообще красивенький. Вот все понятно, все красиво. То есть вот так это примерно и работает. Именно таким образом мы можем преобразовать наши исходники, которые написаны для новых версий, для новых браузеров, так, чтобы они работали во всех браузерах. Вот. Это вот такой основной подход. Как работает Babel? Ну, просто вкратце. Я так думаю, многие из вас уже понимают. Что это? Ну, то есть он что делает? По сути, он просто получает строчку на вход, а на выход новую строчку выплевывает, но немножко преобразованную. Работает так же, как и любой другой компилятор, интерпретатор. Парсит исходный код, строит AST. Синтаксическое дерево. Последовательным вызывает набор функций, которые каким-то образом… Ребят! Которые каким-то образом этот код трансформируют. Вот. То есть части AST, которые относятся к современному синтаксию, заменяются на более старые, на более общеупотребительные компоненты. И потом он преобразует модифицированный AST в новый транспортированный код. То есть примерно так это работает. А на самом деле есть специальные пакеты, которые называются Babel preset ES2015, Babel preset что-то там. Они все, по сути, задержат вот такие наборы правил, которые нужно применить, чтобы из любого кода сделать код, который там, допустим, работает в E10 или в E6. То есть вот есть Babel preset Env, которому можно задать, типа, не набор, ну, то есть не версию стандартов, которые транспилировать JavaScript, а указать, в каком браузере мы хотим этот код запускать. Он внутри себя уже сам найдет, какие нужно части заменить, а какие не нужно. Вот. То есть если можем гибким образом настраивать, какие вещи транспирируются, какие нет. И давайте совсем чуть-чуть, оставшиеся 15 минут, как раз поговорим о том, как развивается JavaScript. Да? А можно поблагодарить вопрос? Как ты сбежать его, например, на браузерах, которые поддерживают? Ну, на самом деле, ну, есть два подхода. Один подход — это грузить в сборку и в новый старый браузер, одну и ту же. Ну, то есть не делать различий между новыми браузерами и старыми, потому что, как бы, код, который работает и в старых браузерах, он же в новых браузерах тоже будет работать, поэтому оверхеда-то особо никакого нету. Но кода становится чуть-чуть больше, я согласен. Поэтому в особо сложных случаях можно смотреть, допустим, на юзер-агент, запросы, которые приходят на сервер, отдавать ему в зависимости от, ну, разной версии бандлов, разной версии вот этих исходников. Но это менее такой популярный подход, потому что он, ну, на самом деле, не особо и помогает что-то вызвать. То есть, ну, скачаете вы на 5% больше JS-кода, ну и что такого. Мне просто показалось, там из 3-х строчек получается 20. Да, но фишка в том, что это непропорциональные изменения. То есть, там, ну, вот из этих 20 строчек, это 15 строчек, это какие-то просто хелперы, которые один раз используются и потом уже там помогают во всем остальном. То есть, если мы, допустим, возьмем, например, в 10 строчек, то он преобразуется в, например, в 30 строчек. Вот. 5 строчек — это 20, а 10 — это 30. Не в 2 раза больше. То есть вот такая вещь. Вот. По сути, особо никакого проигрыша нет. Ну и основной способ — это прекращать поддержки старых браузеров, которые позволяют не транспилировать слишком сильно и, собственно, все об этом, в принципе, и занимаются. Потому что транспилировать прям до самого конца, до E6, это чаще всего бесполезно. Реально. Там не все вещи можно затранспилировать, например. Есть такое ограничение. Например, символы нельзя затранспилировать. И никак с ними никак по-другому не сделать. То есть символы — это такая штука, которая, ну, не полифилится. Шерит буферы, например, не транспилируются, потому что это возможность браузеров, по сути. Ну, как бы. Вот. То есть вот такие вот моменты есть. Есть еще какие-то вопросы? То есть вашим домашним заданием будет сделать так, чтобы ваш крутой E6 код работал и в E10. То есть прикрутить бабель, возможно, снова все переписать. Ну, в общем, все, как вы любите. Ладно, двигаемся дальше. Поговорим немножечко вообще о том, как развивается JavaScript и как это все происходит. Мне кажется, если вы хотите стать профессионалом в какой-то области, то следует знать и не только такие типа синтаксис и все такое, но то, как он развивается, тоже, мне кажется, интересно знать. Если вернуться в историю, то можно посмотреть то, что у JavaScript на самом деле было очень много версий. В декабре 99 ES3, ES4, он же ActionScript, с ним там все плохо, не думайте о нем. ES5, ES5.1, ES6, ES2016, ES2017. А летом 2018 года выйдет ES ECMAScript 2018. То есть недавнее время версии спецификации называются по номеру года, в котором они были приняты. А раньше они назывались по циферкам. Вот. И есть такая вещь, как ESNext. Что такое ESNext? Это так временно называют совокупность новых возможностей языка, которые могут войти в следующую версию спецификации. То есть очевидно, что что-то в спецификацию входит, а какие-то возможности, которые предложили, но еще не проработали, они в нее не входят. Но программисты хотят их использовать уже сейчас, даже если они не запилены. Так вот, фичи из ESNext правильно называть предложения, пропозлс, потому что они все еще находятся на стадии обсуждения. То есть их обсуждают, и возможно, в какую-то будущую версию они войдут. Но точно такой же процесс, как и с Java, и как и с C++. Там они тоже раз в несколько лет собираются и решают, что же взять новую версию языка. А те вещи, которые не взяли, они там находятся в какой-то библиотеке Boost или где-нибудь еще, а потом только перекочуют в STD. То же самое с JS. Соответственно, есть такая, в общем, инструкция, как правильно развивать язык, как правильно брать новые фичи, она называется процесс TC39. TC39 или технический комитет 39 занимается развитием JavaScript. Его членами являются компании, помимо прочих, все основные производительные браузеры, компании, которые разрабатывают Node.js, другие браузерные окружения, крупные компании, которые занимаются разработкой сайтов, то есть Google туда входит, Facebook, Amazon. Вот. Это просто такой технический комитет, форум, по сути, open source, который регулярно собирается на встречах, и на встречах присутствуют участники, представляющие интересы компании и приглашенные эксперты, и обсуждают, как дальше развивать JavaScript, какие фичи туда брать, как они будут выглядеть. Вот. Есть документ, который утвержден, который регулирует именно то, как именно это будет происходить. Согласно процессу TC39, алгоритм внесения изменений в спецификацию ECMAScript следующий. Каждое предложение по добавлению возможностей в ECMAScript в процессе созревания проходит ряд этапов. То есть нулевой этап – это этап идеи. Просто какому-то там чуваку пришло в идею, а давайте сделаем так, а давайте, допустим, сделаем паблик-финал, приват-статик интерфейса и будем думать, что же это значит. Вот. И вот он такой, а вот идея у меня такая есть. Но как бы идея – это, конечно, клево, но это не совсем то, что нам нужно. Нам нужно более проработанное решение. Соответственно, когда идею предлагает кто-то из членов комитета TC39, то есть не любой фикс улицы может прийти туда и сказать, а давайте сделаем так. Это должен быть человек, который состоит в этом комитете. Соответственно, идея превращается в пропозл, в предложение. Как только становится написан какая-то черновая версия спецификации, как только эта идея становится реализована в каком-то браузере или с помощью какой-то библиотеки, или с помощью какого-то плагина к бабелю, она становится черновиком. Соответственно, когда эта идея прорабатывается до финальной стадии, то есть прям вот почти production-ready вариант, эта история становится кандидатом, ее начинают реализовать браузеры, то есть браузеры реализуют возможности до того, как они появляются в стандарте, чтобы их опробовать. Например, асинхронные функции, они появились чуть ли не два года назад в браузерах, хотя в стандарт они вошли только этим летом, например. То есть два года назад они были доступны в черновых версиях, в Google, Chrome, Kennedy, а в стандарт, именно в стандарт официально вошли только этим летом. Вот. И когда на каком-то заседании комитета понимает, что вот это предложение, оно прям вот идеальное, оно уже везде поддерживается практически, есть уже Babel Polyfill и Babel плагины, все за него за руками и ногами, и там спецификация продумана и прописана, то это предложение становится, переходит на четвертый этап, stage 4, означает, что оно становится финальным, и это те предложения, которые войдут в релиз следующей новой версии языка. То есть все фичи, которые дошли до stage 4, это те фичи, которые в следующей версии в языке уже появятся. Вот. Соответственно, вся эта история — это open source, то есть есть репозитория на GitHub со списком текущих предложений, есть страничка, в которой находятся все предложения, перешедшие в stage 4, то есть можно посмотреть то, чего еще нет в спецификации, но то, что будет следующим летом принято. Вот. Наиболее интересный про позов, например, можете посмотреть, например, то, о чем я говорил, object rest and spread properties, то есть как можно распределить объекты. Вот эта спецификация, она сейчас находится вроде как на stage 3, ее обсуждают финальные изменения, и возможно, либо этим летом, либо следующим она уже войдет в стандарт и будет везде поддержана. А есть такая вещь, как asynchronous iteration, то есть есть цикл for, а будет еще цикл for async of, такая вот история, которая позволяет интеллироваться по асинхронным функциям. Class and property decorators, то, о чем будет рассказывать более подробно Артур. Есть возможность опционального кача, то есть можно писать try catch, а можно писать try catch и не передавать аргумент в catch, в круглые скобочки, потому что иногда мы ошибку либо игнорируем, либо обрабатываем независимо от того, какая это ошибка одинакова. Зачем писать вот эту маленькую буковку e? Можно и не писать. Вот, есть такая вещь, как nullish coalesion, но это как бы это еще предложение, то есть этого нет в стандарте, но эти вещи, они наиболее интересные и те, которые, возможно, все-таки скоро дойдут. Есть такая вещь, как nullish, ну, в общем, название стремное, но по сути это как вопросительный знак точка в C-шарпе. То есть можно не проверять свойства на undefined, а просто писать вообще на точка, 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 и нам вернется либо значение этого свойства, либо undefined, если на каком-то этапе что-то было равно undefined. Вот, то есть по сути это как бы стандартизованное поведение того хитрого в раппера над прокси. Вот, есть такая вещь, как promise prototype finally. В общем, на самом деле их там много, советую зайти и посмотреть вообще, какие фичи, возможно, скоро будут появляться и, возможно, даже поучаствовать в их обсуждении и развитием. Вот, можно стать контрибьютором JavaScript. Согласитесь, это довольно неплохая строчка в резюме. Толик рассказал вам про современные возможности, рассказал про транспайлинг, про то, что можно писать на новом JavaScript, сейчас транспилировать его в старый JavaScript. Можно писать на том JavaScript, который уже поддерживается в современных браузерах. Можно писать, который еще ни в одном современном браузере не поддерживается, но уже как бы вроде стандартизированный, можно будет потом использовать. Но, естественно, JavaScript не могут на этом остановиться. И их безумные порывы приводят к тому, что они начинают придумывать вещи, которые и в стандарты уже не вписываются. По этой причине на почве вот этого транспайлинга возможности писать на одном языке, потом транспилировать это в другой язык. Рождается куча разных других языков, можно так сказать, или диалектов. Например, есть Dart, который вроде на фоне всех своих собратьев выглядит более-менее прилично и понятно. Если вы внезапно любитель Ruby, вам обязательно понравится CoffeeScript. Это они и придумали. Рубистам понравится CoffeeScript. Есть еще, говорят, что это понравится тем, кто любит Lisp. Это Closure Script и Closure, вот как было с Java и JavaScript планировалось, вот так вот с Closure и с Closure Script. Они развиваются одновременно, но Closure Script, соответственно, для браузеров, а Closure не знает он для чего еще. Вот. Такая штука есть. Для хипстеров может подойти L. Он еще подойдет тем, кто любит функциональщину. Это не ASCII-корд, это рабочий код из официальной документации. То есть он что-то реально делает, хотя выглядит прикольно. Ну, а более-менее адекватным людям может подойти TypeScript. Про него мы расскажем поподробнее. TypeScript был придуман в 2012 году, если я не ошибаюсь, Майкрософтом, а точнее чуваком, который раньше придумал Turbo Pascal, Delphi и C-Sharp. И, в общем, многие вещи, кто с этим знаком, особенно с C-Sharp, они там сильно перекликаются. То есть многие вещи берутся оттуда. Главная фича TypeScript это возможность делать статическую типизацию. Точнее не статическую типизацию, а аннотацию типов, а потом при компиляции проверять эти типы. То есть помимо вот этого динамической типизации в JavaScript можно размечать свой код и потом проверять, что твой код будет, в принципе, работать еще на этапе компиляции. Это основная фишка. Но помимо этого вот эта штука родилась либо в то же самое время, когда появился Babel, либо чуть раньше даже. И она точно так же позволяет писать, используя все новые фичи JavaScript и даже чуть даже дальше, чем поддерживаемые стандартами. То есть если вы используете TypeScript, вам не нужно разбираться во всем том, что Толик рассказывал, какие бывают конкретные фичи. Вы просто берете один язык, у него есть одна спецификация, используете все, что есть в нем. Оно всегда будет современным, потому что TypeScript развивается быстрее, чем развиваются стандарты, быстрее, чем развиваются браузеры, естественно. Но при этом все это согласовано. То есть то, что появляется в TypeScript, рано или поздно появляется и в стандартах. Ну, рано или поздно. Помимо этого, самое офигенное, что отличает их от всех-всех-всех других языков, которых, возможно, так в той или иной степени есть эти фичи, то, что он полностью обратно совместим с JavaScript. То есть вы сейчас все писали свои проекты на JavaScript, ну, может, кто-то уже на TypeScript, но на самом деле вы все писали на TypeScript, потому что весь ваш код на JS это валидный код для TypeScript. Все, что вам нужно для того, чтобы переписать ваш код, как мы вас часто просим переписать, все, что нужно переписать, вам нужно переписать только расширение файлов из JS в TS, и ваш код будет абсолютно валидным для TypeScript. будет работать. Как транспилить код? Соответственно, вам не нужен Babel для TypeScript, вам нужно поставить другой пакет. Это TypeScript. Сам TypeScript написан на TypeScript. Это прикольно, потому что можно, если вы разобрались в JavaScript, в TypeScript, вы можете контрибьютировать язык, развивать точно так же вместе с авторами языка стандарт. Вот, то есть написан TypeScript, он, конечно, адский код, но с этим можно разобраться и самостоятельно развивать свой язык. Можно форкнуть и писать на своем языке. Если вам нужно под ноду, вы можете просто скомпилировать, а можете поставить специальный пакет, который будет транспилировать код на лету под ноду. То есть у вас же сейчас есть и серверсайт код на ноде, и на клиенте JS. Для клиента можно просто заюзать стандартный компилятор. Для ноды можно прямо на лету компилировать по ходу подключения файлов. Если кто уже использует вебпак, для вебпаков есть, естественно, лоудеры, которые это все тоже позволяет работать. Ставится лоудер с дефолтными настройками, просто переименовываем файл, и все работает, как и раньше, но можно юзать все фичи TypeScript. Естественно, вот вариант, где мы будем каждый файл вручную компилировать, нас не устроит. Для TypeScript, так же, как и для Babel, есть свой конфиг. Он пишется в файле test.config.json, тоже в JSON формате. Про все опции рассказывать не буду. Вот из основного, например, outdir будет кидать все ваши файлы, которые скомпилировались в отдельную папочку, а не там же, где исходники, чтобы они у вас там не путали друг друга. И таргет позволяет выбрать, для какого, собственно, браузера вы хотите код странспилировать. То есть, например, здесь мы рассчитываем то, что браузер будет понимать ES 2016 стандарт. То есть, здесь можно указать вплоть до ES3, который работает, наверное, в ES6 работает. Мы, по-моему, под него разрабатывали на TypeScript и там работало. Вот. Давайте вкратце пробежимся по синтаксису TypeScript, что там есть. Основное, как я сказал, это аннотации типов. То есть, мы, создавая переменные, можем через двоеточие указать тип переменной. И после этого, например, мы, если мы попытаемся строку умножить на два, TypeScript на этапе компиляции выдаст ошибку, что так делать нельзя. Кстати, не сказал еще об одной крутой фиче TypeScript, о том, что он вообще в принципе развивался для IDE. То есть, обычно, особенно раньше, когда еще IDE только развивались, когда их натравливаешь на JavaScript код, вот, особенно пересаживаясь там с других языков, раньше в backend писали на чем-то другом, не обязательно на JavaScript. Ну и сейчас вы тоже пишете, к сожалению. Ну да. Вот. И раньше, если для нормальных условно языков IDE все подсказывало, что там, как происходит, JavaScript не понимала ни одна IDE, потому что, блин, слишком много вариаций того, как может себя повести программа. И, собственно, Microsoft, у них есть продукт Visual Studio, сейчас есть Visual Studio Code. Отчасти для него они развивали именно эту поддержку для JavaScript, который в итоге выродил целый язык отдельный. Соответственно, в TypeScript есть очень встроенная, очень сильная тулзы для IDE, для разработчиков IDE. И все они их используют. Таким образом, все вот фичи, которые есть в языке, они более-менее одинаково работают во всех IDE с использованием этих тулзов. И автокомплит, автодополнение кода и все другие фичи, ошибочки, они все хорошо поддерживаются. И в этом случае будет не только при компиляции, ну и просто, когда вы пишете код, он прям сразу подчеркнет красненьким и скажет, ну, что-то вы не то умножайте. Вот. Помимо этого, есть такая штука, как вывод типов или автовыведение типов на английском. Вообще как страшно называется. Вы можете вообще не указывать типы, и при этом все равно у вас будет код типизирован. То есть здесь я опустил название типов для переменных, и TypeScript сам поймет, что count у нас это число, man это строка, и точно так же выведет ошибку о том, что нельзя строки умножать на два. Если вы все-таки уверены в том, что все-таки строки можно умножать на два, специально для вас есть тип any. Вы указываете, что вы переменный тип any, и дальше можете делать все, что хотите, но на свой страх и риск. Соответственно, этот код, кстати, в JavaScript не будет выдавать ошибку, просто сделает none, но зато у вас не будет TypeScript ошибок. В общем, все начинающие разработчики на TypeScript очень часто этим пользуются, и тоже любую проблему any решает, если вас вдруг напрягают эти типы. Дальше. Ну, соответственно, кроме нескольких типов массивы можно определять довольно удобным способом, в отличие от других вариантов, там в GSDoc'ах не так удобно, по-моему, задаются. Какие-то странные типы tuple, есть и num, есть еще, много разных типов. Об этом можно почитать в документации. Вообще, так как TypeScript был создан для того, чтобы документировать JavaScript, то система типов там очень разнообразная, то есть можно задокументировать все, что угодно. Вот с помощью GSDoc'ов не все можно задокументировать. С помощью TypeScript'а можно задокументировать любой JavaScript. И для этого там есть очень много конструкций. Естественно, есть приведение типов. То есть вот мы создавали переменную, которая имеет тип any, и дальше мы можем ее привести к любому типу, например, к number'у и попытаться у нее длину взять. Или что там было? Да, строка. Мы можем к строке привести и попытаться взять длину. Ну, так же, как в других языках. Есть две конструкции, вторая появилась из-за React. Дальше. Есть тип void специальный, он означает null либо undefined. Есть, соответственно, тип undefined и null. Естественно, типизировать можно и функции, как аргументы, так и возвращаемый результат. Ну, все довольно прозрачно и понятно. То есть передаваемые аргументы будут проверяться, возвращаемый результат тоже будет проверяться. Аргументы могут быть необязательными. Соответственно, специально для этого есть символ или, не знаю, конструкция. Попросительный знак ставим перед именем. После имени аргумента параметр становится необязательным. Если раньше, пытаясь в эту функцию передать только один аргумент, она бы ругалась, то есть TypeScript бы ругался на этапе компиляции, здесь он ругаться не будет уже, потому что у нас внутри есть обработка этой ситуации. Естественно, можно задать значение по умолчанию для этого аргумента. Тогда наш код станет еще проще. И любые другие фичи, которые есть в ESNX, которые, там, например, вот эти spread операторы, не spread, а rest операторы, они также типизируемы. То есть любая фича из нового JavaScript, она типизируема. И вам не нужно париться о том, что вы хотите заюзать какую-нибудь там новую фичу из JavaScript, которую, как бы, хотелось бы заюзать, но в TypeScript ее еще нет. Так как TypeScript одновременно является и реализацией, и транспалит эти новые фичи, и добавляет к ним поддержку статических типов, то все это появляется одновременно, и можно использовать. То есть здесь мы сказали, что наша функция принимает сколько угодно чисел, и затипизировали это, дальше работаем с числами. Есть перегрузка методов на манер C++, кажется, там такое есть. То есть мы можем объявить, что наша функция работать может двумя способами, то есть через числа, через строки, и дальше написать реализацию, которая эту ситуацию обрабатывает. Можно сделать проще, написать, воспользуйтесь специальной вот этой палкой, и таким образом наша функция, ну то есть это идентично. То есть она будет принимать либо строку, либо число, дальше мы разруливаем строка это или нет. Причем TypeScript автоматически будет смотреть, что мы проверяем тип string, и внутри уже будет считать, что тип у нас строка, и корректно будет отрабатывать, не будет ругаться, что типа это может быть число. Естественно, есть интерфейсы, куда без них. С помощью интерфейсов можно описать любую другую сложную фигню, типа какого-нибудь объекта сложного, или еще что-то с помощью интерфейса можно описать все, то есть и функции, и все-все до этого я рассказывал, можно описать. Соответственно, указываем, что переменная реализует какой-то интерфейс, и присваиваем ее реализацию этого интерфейса. Интерфейсы можно экстендить друг от друга, ну как в любом взрослом языке. И, естественно, есть классы. Классы там появились раньше, чем в Бабеле, то есть одной из первых вообще фич, которая была в TypeScript, появились классы, но они почти сразу же появились с дополнительными фишечками для ООП, таких как приватные переменные, то есть разделение области видимости. Работают они точно так же, как в других языках. Есть хреновина редонли, чтобы навесить свойства только для чтения. Есть статические свойства, вообще есть свойства. Сейчас в классах нету свойств, то есть можно создавать классы с методами, что-то там в звезд присваивать ручками, и думать, что это свойства. Но в TypeScript можно свойства указывать прямо в теле класса, как статические, так и обычные. И, естественно, с типами. Есть абстрактные классы, абстрактные методы. Тоже все это появилось, не так давно, но появилось. И, естественно, интерфейсы можно имплементировать классами. То есть если у нас есть интерфейс, который просит какую-то функцию, функцию, мы это в класс добавляем, нам TypeScript будет ругаться, что мы не реализовали эту функцию. Ну и без женериков тоже никуда. То есть вроде все фичи из типизированных языков перечислили, есть еще дженерики, работают точно так же, как в других языках. Можно создавать функцию, которая неважно, с каким типом она работает, и указывать, с каким типом она работает. И здесь точно так же работает автовыведение типов. То есть нам не обязательно указывать эти дженерики при использовании функций. Надо достаточно указать их только при объявлении функции, что она с ними работает. А дальше TypeScript сам будет догадываться о том, что у нас типы должны быть согласованными. Как здесь у нас мы запихали функцию массив строк, и дальше, пытаясь в эту функцию пихать не строки, она понимает, что там должны быть строки, и будет на это ругаться. Есть по этой части вопросы? Что звучит? Легко. Я говорю легко. Ну и напоследок, что-то вообще мега быстро получилось. Есть декораторы. Прямо, чтобы совсем было, как везде. Почти во всех есть собачки, во всех языках есть собачки, которые что-то там делают разное. В JavaScript тоже захотелось собачек, поэтому тоже есть собачки. Собачки в JavaScript это просто функции, которые оборачивают другие функции. Или классы, или еще что-нибудь. Ну, то есть декораторы. Декораторы можно применять к функциям, к свойствам. Ну, если бы JavaScript поддерживал свойства, то можно было применять к свойствам. В JavaScript можно применять к свойствам. И можно применять целиком к классам. Как здесь. Например, у нас есть функция Fibonacci, которая чем дольше будет работать, тем реально дольше будет, все больше и больше времени занимать. И если нам попытаться посчитать Fibonacci от 50, то займет это реально очень долго. А если еще больше, то вообще нереально долго. Но если бы мы запоминали результат вычисления каждый раз, ну, наверное, все должны знать, что такое Mimoise и как он работает. Ну, в общем, если мы будем запоминать результат вычисления с конкретными аргументами этой функции, то наша рекурсия не будет так замедляться. Вот, собственно, реализация Mimoise. То есть мы берем, запоминаем, с какими аргументами мы вызывали и кладем в кэш. А дальше потом возвращаем из кэша, когда нам снова попросят вычислить это значение. И в этом случае Fibonacci от 1000 выполнится всего за 6 миллисекунд. Это миллисекунд. Вообще круто. Вот. То есть одной строчкой просто говорим, типа функция будет клевой и не тормозить. И все. Вот так работают декораторы. То же самое можно сделать с классами. Сейчас это активно используется в одном из самых популярных фреймворков Angular. Они там все сделали на этих собачках. Хотят как в Spring. Естественно, есть… Есть про декораторы вопросы? Естественно, есть… JavaScript весь никуда не девается, который остается. То есть если мы круто пишем на TypeScript, весь свой код типизировали, все равно есть какие-нибудь там jquery, еще какие-нибудь ребята, которые пишут на JavaScript, знать, ничего не знают, ничего переписывать не хотят, даже не хотят переименовать свои JS в TS. Что с ними делать? В TypeScript есть просто богатейшая библиотека описания типов для всех-всех-всех библиотек, которые есть. Она развивается сообществом. Абсолютно любые люди могут добавлять туда типы. Если ты пришел, написал офигенные типы для какой-то библиотеки, то ты становишься ментейнером типов для этой библиотеки. У нас в команде почты есть несколько ментейнеров типов некоторых библиотек. DTS-ники, собственно, это специальные файлы для TypeScript. Вот эта приставочка D говорит о том, что это типы для JavaScript. То есть это не код на TypeScript, а просто типы, как, не знаю, хейдер-файлы в C++. То есть просто описание сигнатур, чего можно там дергать. У них немного отличающийся синтаксис от TypeScript, расширенный для того, чтобы проще можно было всякую дичь документировать. Вот, собственно, на большинство популярных библиотек или не очень популярных DTS-ники есть, и они очень прозрачно используются. Выглядят они как-то так. Есть специальное, в основном, ключевое слово declare, где можем сказать, вот такая фигня есть и все. Например, jQuery. Писать вам вряд ли придется эти DTS-ники, потому что, повторюсь, они на большинство библиотек написаны, а вы тем более стараетесь не использовать сторонник библиотек. Но про эту штуку стоит знать, потому что это чуть ли не первое, с чем в TypeScript приходится сталкиваться. Недавно в TypeScript появилась фича, которая, даже если у вас нету DTS-ников на либу, TypeScript может из JS-доков догадаться о том, какие же типы в этой либе используются. Вот. То есть вот здесь пример из официальной документации TypeScript. вот как можно типизировать функцию по-разному, как угодно, и TypeScript будет это понимать. Вот раньше, например, старые IDE так и работали. Например, PHP не типизированный язык, но там, если указать JS-доки, то он будет работать как типизированный. С JavaScript тоже иногда работало, но очень сложно было писать JS-доки таким образом, чтобы IDE не сходило с ума. Вот. Вот это продолжение этой темы. То есть TypeScript берет на себя функцию IDE по пониманию JavaScript. И здесь он тоже превосходством справляется с этой штукой. Ну, еще хотел бы просто намекнуть на то, что помимо TypeScript, есть сейчас активно развивается похожее решение от Flow. На самом деле, скажу по секрету, сам Flow, он как бы встроен в Babel, и Flow плагин для Babel, ну, то есть Babel — это же куча плагинов разных, которые можно включать те или иные фичи. Вот. И плагин Flow для Babel просто включает реализацию Flow в Babel. То есть если вы используете Flow и хотите типизировать фишки TypeScript по поводу типизации, точнее, используете Babel и хотите фишки TypeScript с типизацией, то Flow может в этом помочь. Он немножко по-другому работает. Там не нужно переименовывать файлы во что-то другое. Там нужно расставлять комментарии. Но в остальном суть не меняется. Большинство синтаксиса похожи. Есть отличия там в работе, но в целом они постоянно конкурируют, добавляют какие-то фичи друг друга, перенимают. В общем, в целом плюс-минус это одинаково. Вот. А я расскажу маленькую интересную вещичку, которая как бы особо так с курсом фронтендера не связана, но в целом тоже достаточно интересно про то, как делать презентации в 2К-17 году, соответственно. То есть использовать Microsoft PowerPoint, как бы это сейчас уже не модно. Гораздо лучший способ, хотя тоже стрёмненький, это делать презентацию в Google Docs, потому что в Google презентациях, там есть Google слайды, они как минимум хотя бы уже есть в интернете и плюс-минус универсально. То есть PowerPoint нужно еще поставить, а в браузере открыл презентацию OK. Но есть еще более крутой вариант, а именно HTML презентация. То есть вот как раз-таки мои лекции, вот это вот все, это тоже как раз HTML презентация. Они работают как сайт. И в чем преимущество? Преимущество в том, что ты их сверстал, они на мобильнике открываются, на компьютере открываются, они задеплоены в интернете, и их можно смотреть, скидывать ссылку. Это круто. Это гораздо прикольнее, чем скидывать кому-то PDF с презентацией или PowerPoint, и это, короче, такое отстойное. Вот. Разумеется, история не новая. То есть… Кажется, у меня интернет пропал, да? На это стоя. Разумеется, история не новая, и чуваки, которые умеют верстать, которые умеют там прогать, они уже сделали готовые, так сказать, шаблоны презентации, которые вы можете использовать, и просто меняют там контент. А самые, так сказать, популярные – это, например, такая вещь, как шовер. Шовер. Да, душ. Всем понятно. Вот. То есть такой шаблончик. Есть слайдики, пожалуйста. Вот можно всякий код. Ну, то же самое, что у меня презентации. Примерно даже на самом деле… Вот мои лекции, они на шовере и сделаны. Вот. Есть более интересные вещи. Например, самая крутая импресс.js. Вот. Это уже готовые фреймворки, в которых вам нужно просто взять и изменить контент, то есть текст в HTML. А выглядит это вот примерно так. То есть вот слайдики тоже переключаются. Уже немножко по-другому. Эффектики. Можем так. Хотим так. Как бы 3D в браузере, оно не только для игр используется, оно используется и вот как бы для таких крутых вещей. Пожалуйста, хотим 3D. Можем в 3D. Работает. Но… И чтобы это работало, вам не нужно писать код. Как бы все за вас уже написано, просто нужно это заиспользовать. Как? Как? Как это сделать? Давайте на примере импресс… Давайте на примере вот этой штуки просмотрим. Ну, просто ради интереса. Раз уже осталось время, почему бы его не использовать с подробностью. С пользой. Давайте на примере шовера. Давайте на примере шовера. Ура. То есть, сам простой способ. Вот здесь есть архивчик. Можно его скачать, разархивировать. Если вы не программисты внезапно и не знаете, как делать git-клон, то можете скачать архивчик. И там есть готовые уже файлики. Вот, пожалуйста. Индекс HTML. Собственно, его открываем. В Chrome получаем шаблон презентации. Вот он. Открываем его в каком-нибудь там… Господи. Открываем, например, в редакторе. Ну, блин, да я же закрыл. Че за дичь. Файл. О, шикарно. Вот, открываем его в редакторе. Поправим какой-нибудь HTML, например. Ну вот. Взяли, поправили. Ну, это еще не rocket science, разумеется. То есть взяли там hello. Пункт, да? А вот я такой, типа, да? И вот, пожалуйста, у нас здесь наша презентация. В чем еще прикол? Прикол в том, что стиль презентации – это, по сути, CSS, да? Соответственно, как бы HTML один тот же, классы одни и те же. Можно переписать, взять CSS. Например, в шовере есть такая вещь, как тема. То есть здесь есть тема. Вот есть такая тема, есть такая тема. Можем поменять тему. Вот берем, заменяем это слово на такое. Обновляем страницу. И уже что-то очень похожее на наши декции, да? То есть вы думаете, я умею верстать? Нет, я JS-программист. Я не умею верстать. Вот. Это просто такое, ну, как бы, скорее всего, кто-то… Большинство из вас не знало о такой клевой штуке, но, в общем, можно это использовать. И, в принципе, я сейчас в университете, на всех предметах в университете, а там вот у вас в преподавании, на работе, всегда использую шовер, похожие фреймворки, и плюю презентацию в HTML, потому что это намного быстрее, чем скачивать и установить себе PowerPoint. Вот. Соответственно, вот, возможно, вы все-таки сделаете правильные презентации на предзащиту и сделаете все это красиво. Соответственно, на этом, наверное, сама лекция закончена. То есть… Субтитры создавал DimaTorzok